Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Из университета? Да, и вы уж не обессудьте, но если завтра денег не будет, я ваши вещи вон вынесу Будут деньги, дорогой Степан Ильич Сегодня же будут Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простите... Хельда, это электрик... Нет, нет, нет... Господин профессор, меня зовут Фогель, вы пригласили меня, позвали, я ваш ассистент... Если вы мой ассистент, вы должны приносить мне почту, я не могу тратить на это время... Я готов, профессор... Извозчик... Поздно... Полиция сегодня арестовала все отправление... Полицейское отделение... Профессор! Профессор! Прошу прощения, господин профессор, в марте я передавал вам свою работу по патологии мышц... Стоп! Стой! Тебе говорят! Стоп! Стоп! Можно? Стоп! Прошу вас... Благодарю... Кажется, они отстали, можете выходить... Разве не стоило ее сдать полиции? Вы думаете, она преступница? Возможно, воровка... Барышни, использующие такие духи, не бывают воровками... Григорий Андреевич, что такое? Мне прислали посылку. Я хочу получить ее немедленно. Аркадий Гаврилович, милейший, вы что, газет не читаете, что ли? Не имею такой привычки. Почтарь, доставлявший почту, сгорел. Профессор, не могли бы меня проконсультировать радио Христа, а? Вот здесь вот с самого утра что-то тянет и булькает. Посылку. Дело темное. Почтарь сгорел, вспыхнул изнутри, как факел. Чушь. Случаи самого сгорания крайне редки. Задокументированными являются всего лишь семь эпизодов. Ну, значит, у нас будет восьмой. Можно взглянуть? Узнаю знакомый блеск в глазах. Аркадий Гаврилович, покажу. Но взамен ваша консультация. Прошу. В почтовом отделении сам черт ногу сломит. Никакого порядка. А уж кража, пьянство, что не месяц, то жалоба. Он на медне отсосланной золотой подсигар отставным майору матушки пропал. Я спрашиваю господина майора, от чего ж почты милейшие? А он не знает, что говорит. Я бы эту матушку и век бы не видел. Ну, деньги-то она требует. У вас отдышка, Григорий Андреевич. Давай. Так это, при такой-то работе, Аркадий Гаврилович, все, исключительно все валится на мою голову. А спутник ваш? Я, ассистент Аркадия Гавриловича. А, вы же сказали, что больше никого не возьмете. Попечительский совет университета настаивает, так ведь? Степан Котов редкий пьяница. Даже сейчас спиртом несет, чуете? Закурил и вспыхнул, что? Не существует ни одного доказательства связи так называемых случаев самовозгорания и алкоголизма. Да? Да. Мелкие сосуды полопались. Возможно, гипертензия. Я же не позволите. Ноги. У господина почтаря патология стопы. И, возможно, из-за нечислительности нервных окончаний он не замечал неудобства обуви. Как вас зовут, вы говорите? Я описывал подобное явление в своей работе, которую вам передал. Моя фамилия Фогель. Вы же читали ее? А-а-а. А я уж был решил, какой-то восторженный бред в стихах, и отправил его в мусор. Ну, почему же вы меня тогда взяли? Ваш пиджак. Что с ним? Вам нужны деньги. Значит, вы будете работать. Итак, проблема с сосудами. Господин Фогель прав. Ступни вашего почтаря потеряли чувствительность. Но не из-за патологии. Это диабетос мелитус, диабет. Он был болен. Возможно, свободные кетоны могли стать причиной самовозгорания. Поэтому, дорогой мой Григорий Андреевич, если вы не возьметесь за себя, вас ожидает такая же участь. Вот вам моя консультация. Тоже закурю и вспыхну? Я не курю. Так, можем закрыть дело с чистой совестью? Мария, а где материал по сегодняшнему заседанию суда? Вы его уже расшифровали? Это был не суд, а судилище, Алексей Алексеевич. Судьи были настроены против малого человека просто потому, что он бедный. Но я надеюсь, вы не вмешивались, вы просто делали свою работу. Я всего лишь сказала господам заседателям, что им должно быть стыдно за происходящее. Мария. Они обвинили меня в срыве заседания и вызвали полицию. И? Я быстро бегаю. Мария, почему у меня с вами всегда проблема? Я вам дал самое простое задание. Шесть часов записывать речь прокурора, от которого он сам засыпает? Ваша газета называется прогрессивной. Вы на каждом углу кричите, что вы заступаете за равное право мужчин и женщин. Ну так дайте мне настоящее дело. Мне нужен шанс. У вас есть шанс вылезти с этой работы и незамедлительно. Если материал не будет у меня через полчаса. Ясно? Работаем. Все работаем. Аккуратней, пожалуйста. Обычный профессор сам выбирает себе ассистента. Мнение Совета носит исключительно рекомендательный характер. Не скрою. В списке были кандидаты намного сильнее вас. Но мы готовы предложить вашу кандидатуру Совету в обмен на некоторую услугу с вашей стороны. Замкнутый образ жизни профессора вызывает в нас некоторое беспокойство. Неизвестность поражает разнотолки. Простите. Вы предлагаете мне шпионить за профессором. Ну что вы, Иван Петрович, что вы, зачем такие слова? Нет, нет. Речь идет о тех случаях, которые могут опорочить доброе имя, Аркадий Гаврилович. Господин секретарь. Однако увольте. Жаль, жаль. Очень жаль. Что же тогда мне придется дать ход? О! Вот. Это мой письмо. Вы принимали участие в уличных выступлениях. А? Сами знаете, что это значит. Просто помоглости неправильной безумности. Какая цена их. Списочку — это женщинаCong wins! Сами ляunaN. Увьёный 전 developmental часте. Кто-то показывает о том, что что люди хотят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем вы здесь? Господин профессор, я хотел бы обговорить условия моей работы. Все, по пути следуйте за мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы и сказали, гипертензия, профессор. В чем дело, любезнейший? Мы же уже во всем разобрались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за чертовщина? Это свечение. Следы белого фосфора. До конца прошлого столетия фосфор использовался для изготовления спичек. Фосфор токсичен. То, что я ошибочно принял за лопнувшие сосуды, ожоги. Почтарю засыпали фосфор в глотку и подожгли. А рассыпавшийся фосфор вспыхнул на одежде. Кому понадобилось убивать почтаря, да еще таким странным способом? Возможно, дело у него в работе. В одном из отправлений могло быть что-то ценное для убийцы. Мы все проверили, Аркадий Гаврилович. В корейце ничего не пропало. Так, все. Давайте не будем усложнять, да? Спички? Отлично. Просто прикурил и вспыхнуло. Как я вам уже говорил, фосфор не используется для изготовления спичек вот уже более десяти лет. Ну, значит, нашел старую пачку такую ведь может быть, правильно? Все. А теперь прошу меня извините. Герасим. Господин профессор, уделите мне всего несколько минут. Не сейчас. Завтра. До завтра, Фогель. Заводские доки. Завтра. Завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин профессор, что вы делаете? Я пытаюсь тихо открыть эту дверь, а вы своими криками мне мешаете. Как вы вообще здесь оказались? Профессор, мне необходимо с вами поговорить. О, открылось. Здесь есть кто-нибудь? Вы же не собираетесь туда входить? Почему нет? Это личное пространство проживающего. Слышите? Что? Там кто-то зовет на помощь. Да? Я ничего не слышу. Точно. Где ты здесь? Аркадий Гаврилович! Профессор! А, а здесь уже кто-то побывал. Аркадий Гаврилович, если об этом узнают, вас арестуют. Во-первых, об этом не узнают. Вы же не собираетесь об этом никому рассказывать? А во-вторых, Фогель, я никогда не ошибаюсь. Почтаря убили. И я это докажу. Это его квартира? Да. То, что вы делаете, это чудовищно. А я вас сюда не звал. Неужели вы не дорожите своей репутацией? Поймите, что могут найтись люди, которые захотят это использовать против вас. Те, кто дорожат своей репутацией, Фогель, не способны совершить что-то истинно грандиозное. Если у вас есть мечта, никогда не равняйтесь на них. А если нет, нам с вами не по пути. И все же, вам стоит быть осторожным. О чем вы со мной хотели поговорить? Не важно. Профессор, не важно. О, а вот и золотой портсигар. Фогель, вы помните? Полицмейстер ранее рассказывал. Да, он пропал с почты. Как и все эти ценности. Почтарь вскрывал посылки. Возможно, за это его и убили. Вряд ли полиция устроила этот переполох. Тут побывал кто-то еще. Да, но ценности не тронуты. Значит, не они были целью. Отправлены из Франции. Адресат полицейское отделение. На что похоже? Возможно, оборачивали книгу. Логично. Дешевая типографская краска отправлена месяц назад. Дело в этой книге. Да, но ее нет. И снова логично, Фогель. Возможно, нам повезло, что это пришлось Франции. Все новые издания Европы отправляются по нескольким адресам. Уверен, что еще один экземпляр мы найдем в центральной библиотеке. И тогда мы сможем выяснить, что за книга была внутри. Вы что, украли книгу из библиотеки? Труд месье Перне. Изданный на личные средства автора. В 10-м году в Париже, два года назад, архитектура русских усадеб. Вот этот дом. Усадьба Бабылевых. Ампир с барочными заимствованиями. Что за невежда это писала? Только этот дом был на пути следования почтаря. Фотография сделана два года назад. Что с этим домом не так? В прошлом веке семья Бабылевых, проживающая в усадьбе, владела спичечным заводиком. Опять черти беспокоят. Не обращайте внимания. Итак, фосфор. Совершенно верно. Когда шведская спичка победила, производство использующей по старинке белый фосфор разорились. Это же судьба постигла и заводик Бабылева. Вы же не всегда... Как вы планируете попасть в дом? Я не планирую. Я действую. Добрый день. Это ваша собака водит? У меня нет собаки. Вы тут сторож? Точно так. Тогда наверняка все знаете. Не подскажете, кто нынче проживает в той усадьбе? Господин Бабылев с супругой. Господин Бабылев из военных? Старинного рода, из столбовых. На этом кладбище похоронен прах всех поколений этого семейства. И все люди достойные. Благодарю. Благодарю. Добрый день. Добрый. Профессор Воскресенский. Мой ассистент, господин Фогель, врач. В уезде зафиксирован случай холеры. Мы должны проверить всех домочадцев. Проходите. Дмитрий Павлович! Дмитрий Павлович! Куда же они запропастились? Входите. Как хорошо, что вы появились. У хозяйки внезапная слабость. Головокружение. Кровь носом. А после завтрака так и вовсе упали с лестницы. Я думала, что голову расшибли, но господь миловал. Пойдемте. Мы ее в гостиной поместили. Здесь прохладней. Дарья Алексеевна, вот доктор из столицы. Аркадий Гаврилович Воскресенский. Я давал клятву не навредить. Где мой муж? А, Дмитрий Павлович, я его звала, но вот нигде нету. А, верно ушел в парк к пруду. Да, мадам. Воды и чистых плотенец. Фогель, помогите, собрать нужно. Пойдемте. Хозяева куда-то уезжают? В Петербург. Вот у нас и сборы повсюду. Все спешно, все скоро. Усадьба выставлена на торги. И слава богу. Не возлюбили сельскую жизнь? Ночами здесь страшновато. В воскресенье ночью я видела свет в том крыле. И даже слышала шаги. А ведь там давно никто не живет. Дмитрий Павлович, надо мной посмеялись. Однако я точно знаю, что я видела. Пойдемте. И по ночам вам не спится? Душно ночами. Да, еще эта собака третий сутки водит. А говорят, это к покойнику. Позвольте. А это что за шрамы? Вам не о чем беспокоиться. У вас просто нервное истощение от этого недуга. Еще никто не умирал. Вам надо чаще выходить на улицу. Анна! Вот глупая девчонка. Бросила еду. Однако все уже остыло. Куда она подевалась? Вот. Здесь чистая вода. Угу. И полотенце отнесите в гостиную. Анна! Аня! 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 Бросила все на полпути, иди, не сей, иду, госпожи. Мадам уж давно кушать, папа. О господи! Алена! Аня! Что здесь делает этот молодой человек? Позвольте объяснить, он пришел с доктором. У вашей супруги плохо стало, и похоже, я заблудился. Следуйте за мной. Большая усадьба. Дашенька. Митя, это доктор. Воскресенский, к вашим услугам, а вашей жене уже лучше. Фогель, где вы ходите? Однако уже четыре. Нам пора ужинать. Благодарю вас, доктор. Мы не нуждаемся в ваших услугах. Ужин по часам. Даже если жене не здоровится. Идиотское желание все держать под своим контролем. Что это? Кажется, выстрел. Оттуда. Пристрелили только что. И у нее есть хозяин. Все это мне решительно не нравится. Звонили. Господин доктор. Чья это собака? Не имею ни малейшего понятия. Господин Бабылев велели отвезти вас на станцию. Темнеет. Неровен час вас тоже примут за дичь. Если уже не приняли. Бабылев Дмитрий Павлович. Судя по мундиру, служит в прокурорском корпусе. Вы знаете что-нибудь о нем? А чего такой интерес к его персоне? Встретил намедни в лесу. Думаю, что за птица. Значит, Бабылев. Человек главного прокурора. И ходят слухи, но это между нами, Аркадем Гаврилович, что в ближайшее время состоится его назначение. Так что будьте поаккуратнее. С птицами такого полета. Ясно. Благодарю. Вот, тут у нас практически весь архив газеты за 1909 год. Не буду вам мешать. Простите мои, пожалуйста. Это вы. Барышня, которая бегает от полиции. Спасибо, я не успела вас отблагодарить. Пустяки. Мой юный друг решил, что вы воровка. Почему они вас подсоедовали? Небольшое недоразумение. Ночные гости похищен семилетний сын Бабылевых. Расстрел толпы во время рабочих выступлений. А что вы здесь делаете? Работаю. В архиве? Не совсем. Сценографируете? Скажем, я журналистка. Скажем, журналист не бывает женского рода правил русского языка. Скажем, женщины уже давно наравне с мужчинами работают на заводах. И лечат больных. Ко мне однажды попало тело мужчины. Мозг и глаза, которые были проткнуты вязальными спицами. А его жена начиталась книг про мужской шовинизм. И решила, что его похотливый взгляд слишком оскорбляет в ней женщину. Если вы когда-нибудь еще раз обратитесь ко мне за помощью, я вам обязательно ее окажу. Но не потому, что вы журналистка. Уже уходите, Аркадий Гаврилович? Да, благодарю вас. Я все нашел. Всегда к вашим услугам. А кто это? Профессор Воскресенский. Он иногда помогает полиции расследовать сложные дела. И тогда обращается за помощью в наш архив. Кстати, вы уже разобрались с расшифровкой? Она лежит на вашем столе. Угу. Ну, господин, господин, господин. Профессору прием, но нельзя, когда прием. Профессор Воскресенский, известный тем, что помогает полиции расследовать странные случаи смерти, настаивает на возобновление уголовного дела. История о разбойном нападении на усадьбу Бабылевых и таинственном исчезновении их сына получила продолжение. Да вот дальше читайте. А как нам стало известно, господин Бабылев является правой рукой господина прокурора и на днях будет назначен его представителем при особии императора. Как нам стало известно, я же вас просил, я вам доверился, Аркадий Гаврилович. Григорий Иванович, могу поклясться на чем хотите, я никому ничего не говорил. Да времена были тяжелые, холодная, голодная зима, по усадьбе прокатилась волна разбойничьих нападений. Что вас тут-то так заинтересовало? Однако только у Бабылевых грабители напали на хозяйку и похитили ребенка. Ребенка? Похитил слуга, который накануне получил расчет. Это он помог преступникам проникнуть в дом. Вы нашли его, слугу. Ни слуги, ни ребенка. Это горе для родителей, а не повод в грязных газетенках полоскать имя добропорядочного человека. Можно? Кельда, вызовите электрика уже в конце концов. Как вас там? Мария, эмансипированная особа, которая любит совать нос в чужих дела, это было моим частным интересом. И ничего подобного я вам не рассказывал. Откуда вы узнали про назначение? В нашей газете есть свои источники информации, раскрывать которые мы не обязаны. Мы? Легион злычок-суфражисток! А что вам такого сделала женщина, что вы так сильно нас ненавидите? Дело не в ненависти. Дюная поклонница идеи равенства полов. Я уважаю женщин, но они те, кто торгует новостями, как сладостями. Это вы консерватор, профессор. Вы знаете, газета опубликована, ее прочитало сотни людей. А что вы здесь делаете? На этом все, господа. Они ее использовали, Фогель. Отвели как мальчишку. Это девица из газеты «Мария». Надо было сдать ее полиции. Вы были правы. Не думаю, конечно, что она сама это придумала. Кто-то решил использовать наше расследование. Накануне назначения Бобылеву, чтобы привлечь внимание, эта статья может стоить ему карьеры. Профессор, не так уж и безгрешен этот Бобылев. Когда мы были в имении, я кое-что видел. Он и молодая служанка из кухни, у них отюльтер. Пока его жена страдает от приступов, он в нежилых комнатах. Что? Листва. Ну, конечно. И что? Листва уже на деревьях. А мальчика похитили зимой. Как они говорят. Григорий Андреевич. Нет, нет и нет. У меня нет времени. Да что случилось? А то и случилось. Что после этой грязной статьи в этой газетенке, у нас теперь покоя не будет. Местные нашли еще одно тело в лесу. Позвольте с вами. Послушайте, я был болваном, кем угодно, что не увидел очевидного, но дело все в этой книге. Вы должны взглянуть на эту фотографию. Это, вот, сын Бабулевых. И что? А то, Григорий Андреевич, что его похитили зимой, а эта фотография сделана через несколько месяцев после его похищения. Странствующий француз в поисках русского стиля оказался рядом с особняком Бабулевых и сделал этот снимок. Но мальчика не похитили. Его скрывали по какой-то причине. Зачем скрывать ребенка? Если позволите, он был тяжело болен. Я заблудился в доме, наткнулся на ту самую детскую. На фотографии ребенок смотрит из ее окна. Напомните мне потом, Фогель, что вы говорили про неприкосновенное личное пространство. Судя по лангеткам и поясам, которые я видел, там какая-то дистрофия мышц. Надеюсь, это не его тело нашли в лесу. Потому что, если мальчика скрывали, после прочтения статьи преступники могли попросту от него избавиться. Продолжение следует... Это не пропавший мальчик. С жертвой лет 35-40. Судя по степени разложения, он мертв уже дня четыре. Кстати, я тут ни при чем. Моголева сказала, что собаки воют уже третий сутки. Это было вчера. Все совпадает. У мужчины те же признаки болезни, что и у собаки. Скорее всего, тулеремия. Могли заразиться от общей еды мясом мелких животных. Собака выла, потому что ее хозяина убили. От собак могла его загрызть? Тулеремия не вызывает бешенства. Да и клыки здесь крупнее. Думаю, что это были волки. Видите, его распяли между деревьями, чтобы он не мог освободиться. Натравили на него волков. Те обгрызли ему конечности и лицо. Он умер от болевого шока. Это убийство. Кошмар. Кто мог такое сотворить? Обычное наказание для Средневековья. Может быть, тот же, кто поджег почтаря. Хогель, видите, икры. На вид очень крепкий. Возможно, бегун или танцор. Так пропавший слуга Николай Смоленинов, который мальчика похитил. Он же в прошлом спортсмен. Он же с мальчиком физкультурой занимался. Это он. Смоленинов не похищал мальчика. Каким-то образом он узнал, что мальчик жив. Да, и кухарка говорила, что однажды ночью видела привидение в закрытом крыле. Возможно, это и есть слуга. И он искал мальчика. Если бы он и его нашел, это доказало бы его невиновность, Григорий Андреевич. Стой. Семен, останься у входа. Сюда, господин полицейский. Прошу. Полиция. Мне надо видеть господина Бабылева. Дмитрия Павловича сейчас нет. Он в Петербурге. Чем обязаны? А с кем, собственно, имею? Дарья Алексеевна Бабылева. Где ваш сын? Мы знаем, что вашего сына не похищали. Позвольте. Откуда у вас шрама на руке? Мы даже дом напали. Я пыталась запереться в спальню, но один из нападавших, у него был нож. Он схватил меня за руку. Так вы сказали врачу, который пришел оказать вам помощь. Возможно, было сильное кровотечение. На что он намекает, Аркадий Германович? Если преступник не сумасшедший, он не стал бы наносить удары, куда попался, сравнительно малой силой. Это был ваш сын. Ваш сын болен. И, возможно, болезнь повредила его разум. Вы скрыли нападение, чтобы не запирать своего сына в какой-нибудь психиатрической клинике. А также пошла бы молва, что единственный наследник старинного рода сумасшедший. Все это время вы держали ребенка, как зверя в заперти. Я люблю своего сына. Любую. Но Митя, мой муж, он сказал, его карьере мог наступить конец. Его репутация, опыт. Все это имело бы меньший вес в общественном мнении, нежели болезнь сына. От него бы отвернулись друзья и покровители. Где ваш сын, иначе мы обыщем весь дом? Пожалуйста, не забирайте его у меня. Не забирайте его у меня. Где он? Он никому не делает зла. В прошлый раз вы кое-что видели, но думаю, что вы неправильно истолковали увиденное. В том крыле ваш супруг и служанка посещали мальчика. Где эти комнаты? Прошу за мной. Нет, 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 нет! Сюда. Простите, не простите. Кость. Костя, Костя, это мама. Он не привык к посторонним? Господа, позвольте узнать, что здесь происходит. Митя, где он? Я не понимаю, о ком ты. Они все знают. Скажи мне, для Костя. Моя жена не в себе. Нашего сына похитили три года назад. И, скорее всего, он мертв. Не мертв. Верни мне сына. Могу я попросить вас покинуть мой дом? Но, господин Бабалев, у нас есть вопросы. Алёна, проводи господ полицейских к выходу. Постойте. Краска. Такой же сторож на кладбище красил скамейки. Вы не были в Петербурге. Что вы сделали с мальчиком? Подкройтесь! Григорий Андреевич, нам надо спешить. Надо срочно найти мальчика. Фоди, на кладбище! Аркадий Гаврилович! Туда, к озеру! Стой! Отпусти его! Что вы делаете? Стойте! Стойте! Мне ваш новый помощник, Аркадий Гаврилович. Что это? Опухоль. Он не сумасшедший. Она дала осложнение на спиной мозг. Нарушенный кровоток повлиял на двигательные функции, а затем на разум ребенка. Если удалить эти ткани, у него есть шанс. Разрастание тканей в околоспинном мозговом пространстве. Вы же описывали это в своей работе. Вы все-таки прочитали? Глянул перед сном. Зашивайте. Разве не господь лишил этого ребенка разума? И разве не я его вернул? Так кто же из нас Бог? А я ведь к вам не с пустыми руками, Аркадий Гаврилович. Крымская, чудная, с виноградников моего отца. Пожалуйста. А вот и ваша посылочка. Полиция сняла арест со всех почтовых отправлений. Благодарю. Не откроете? Если желаете. Книга. Опять книга. Это основа учения о функциях мозга. Херта? Или как ее? Хельдан. Неси бокалы. Сторож с кладбища дал показания. Почтарь неоднократно вскрывал и воровал почту. И обнаружил там сопроводительное письмо. Сестра сбежавшего слуги, жившая во Франции с хозяями, купила же эту книгу из-за ностальгии по дому, в которой обнаружила фотографию, доказывающую невиновность ее брата. Почтарь узнал всю историю Бабылева. И попытался шантажировать. Нередко стал по пьяни. Распускать слухи. И тогда Бабылев разобрался с помощью сторожа с почтарем. Это была демонстративная казнь. Извержение огня из глотки. Болтун был наказан. Однако все газеты пишут про арест помощника прокурора. Этот скандал мог лишить его покровителя места. Ну или, по крайней мере, очень сильно пошатнуло его положение. Я думаю, что вся эта игра была против прокурора. Кто-то использовал меня и мой интерес к этому делу. К сожалению, мне пока нечего вам сообщить. Господин профессор за эти три дня помог полиции раскрыть два убийства. И к тому же спас мальчика, вернув ему разум. Мой юный друг, я боюсь, вы не совсем правильно меня поняли. Наш договор подразумевает взаимную выгоду. Вы получили место. Я хочу получить то, о чем мы с вами говорили. Уникальную информацию. Найдите мне ее. Не заставляйте сожалеть о сделанном выборе. СТОНОЙ СТОНОР Я все сделала так, как вы сказали? Благодарю вас, Мари. А вот то, что я обещал вам взамен. Андрей Андреевич, зачем нужно было убрать Бабулева? Он мешал нашему общему делу. Идет большая игра, Мари. И я предпочел бы видеть рядом с прокурором нужного для нас человека. К тому же он убийца. Вы все сделали правильно. Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. Нет. Хорошего вечера. Продолжение следует... Продолжение следует... И что ж дома такое? Вот дьявол, забери. Продолжение следует. Прохладно сегодня, ветер с залива. Пойдешь греться в кураж? А что? Там молоденькие студентики, может кто и согреет. Они ж точьи. Их сначала придется откормить. Не, я домой спать. Извозчик! Дама, до завтра! Ирена! Помогите! Помогите! Что же вы делаете? Ирена! Помогите! Ирена, не бойтесь. Извините, я хотел поговорить. Помогите! У меня письма на ваше имя. Извините, я хотел поговорить. Ваш! Что вы там делали, Фугель? Это мое личное дело. Преследовали даму. Скажите, что-то было темно, иначе я подумаю, что у вас странные вкусы. Это совсем другое. Да-да, натуру не обмануть. Как говорит неуважаемый мною доктор Фрейд, отрицание ее приводит к неврозам. Хотя, может быть, он этого и не говорил. Ваш велосипед. Справитесь или вам помочь? Следуйте за экипажем, нас уже ждут. Спасибо, профессор. Этот пруд называют ведьмином омутом. Каждое лето в нем достают утопленец. Говорят, там неплохой улов карпа. Кто она? Мы пока не знаем, рыбаки ее не видели. Одежда городская, но дешевая. Скорее всего, изработница или торговка. Вы можете сказать, от чего она умерла? У нее раздроблены кости. Гематома по всему телу. Но ни одного серьезного удара или пореза больше похоже на истязание, чем на убийство. То есть, ее сначала истязали, а потом утопили? Ну, такое украшение продается в любой дешевой лавке. Вряд ли мы по нему можем определить ее владелицу. Там было столько крови, столько крови, просто шабаш какой-то. Интересно, кто мог такое сотворить? Она что, живая, что ли? Гнилостные процессы создают газы. Аркадий Гаврилович, мне не нужны эти подробности, просто сообщите причину смерти. Да, она утонула, вода в легких, это несомненно. А вся эта кровь в озере, это что, ее? Конечно, нет. При ее телоусложнении у нее от силы двенадцать фунтов крови. При таком количестве можно лишь лужу окрасить. Тогда что это, бог мой? Софлор. Софлор используют для краски ткани в красный цвет. Думаю, что здесь где-то рядом красильная фабрика. Здесь у нас основной цех. Проходите, пожалуйста. Проходите, господа. Милости просим. Разгоните, пожалуйста, может это принадлежать кому-то из ваших работников? Не знаю, не признаю. Ясно. Что случилось? Ночью кто-то открыл шлюз. Краска без очистки слилась из точной воды. Чья смена была? Пахома. Он пьян. Слово сказать не может. Скажите, вы не знаете, это может принадлежать кому-то из ваших работников? Так это Софья. Это работница наша, Софья Курбатова. Поклечи, Данила. Так она не вышла сегодня. А личный шкафчик у нее есть? Не покажете? Ну, покажи, покажи. Да, проходите. Ну, Вера, туда. Да, вот ее шкафчик. Открывайте. У нас нет ключа. А вот этот попробуйте. Нет, ну это не подходит. Открыться тут. Шлюха. Надпись свежая. Динамы. Губа. Лови, Губа. Открывайся! Лови, Душегуба! Я оставлю тебя! Стой! 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 Открыться! Открыться! Не трогай! Иди! Не трожай его! Отпустите! Что вы делаете? Отпустите! Я ничего не делаю! Вы ведоми! Расступись! А ну слушай меня! Произошло жестокое убийство, полиция уже занимается этим делом. Скоро преступник будет установлен! Отпусти его! Отпусти, я сказал! Пусти! А ну иди сюда, гаденыш! Портири, зови под боку! Портири, под боку! Отпустите его! Что же вы как звери? Федор! Отойди! А ну стой! И чем тебе этот отрок помешал? Ранилась она ему! Ухаживать вздумал! Подуши спичку! Нет! Отойди по-хорошему! Это зубырь с уродом молодую женщину изрезал, потом выкинул в озеро! А теперь слушай меня! Я доктор! И вот мое заключение! Софью утопили на фабрике! Убийца слил воду! Ее унесло по сточной канаве! Вот откуда переломы, ушибы и порезы! Как ты думаешь? Он знает как открыть шлюз? Хочешь сказать, что это кто-то из наших фабричных? А в этом уже молодой человек разберется следствие! А теперь разошлись все! Живо! Не люблю непредвиденных ситуаций! Аркадий Гаврилович, его руки! Такая же краска была на ящике Софьи! Покажи руку! А я только поверил, сынок, что ты невиновен! В отделении его! Начал! Вы ведь были подругами с Софьей? Я видел вашу фотографию вместе! Я ничего не знаю! Моя дочь ничего не видела! И я не хотела бы, чтобы из-за этой гулящей девки у нас были неприятности! Мама! Немедленно иди домой! Той! Немедленно иди давай! Где же ты это спрятала? Его зовут Михаэль, и он любит Софью. Втайне хотел уйти от родителей и жениться на ней, но она гуляла с кем попала. Да? И это разозлило тебя? Переведите. Вон де брахт? Неин, неин. Сот мерпошит вегетон. Сис гивене гуте. Я любит ее. Любит. А шо ж тогда на фабрику залез, краска шкафчик испачкал? Он сожалеет об этом. Он любил ее и сделал это в порыве. А убил тоже в порыве? Не убить, нет. Он говорит что-то о семье. Он единственный сын своего отца. Отец болен. Сынок, знаешь сколько стоит хороший адвокат? А ж наверняка деньги понадобятся на лечение твоему папе. Не подведи его. Приснайся. Ирвейсен адвоката ин фунен ин артенбран. Сейчас посидит ночь в камере. Подумает. Признается. Пойдемте. Вот этот, да. Только аккуратней. Вот сюда. Вот сюда. Наверх прямо. Ставьте сюда. Только аккуратно, аккуратно, да. Уезжаете? Да вот первую бричку отправляем. Да. Отчим после смерти оставил матушке небольшую сумму. И она покупает дом в Пезденской губернии. Подальше от столичных соблазнов. Какие здесь соблазны? Лиза. Да? Скажите, пожалуйста, правду. Какую? Вы же знаете, что Михаил не виновен. Лиза, его повесят. Я видела его вчера вечером на фабрике после смены. Он прятался за шкафчиками и когда увидел меня сбежал. Куда сбежал? Перелез через забор, потом собаки залаяли, думаю, погнали за ним. Потом… Что потом? Потом пришла Софья. Мы договаривались с ней встретиться, обсудить планы. Простите. Да? Какие планы? Вы понимаете, у нее никого кроме меня не было. Она хотела, чтобы я не уезжала. А мужчины ведь у нее были? София легко увлекалась, да. И много ее за это осуждали. Но если бы вы ее знали, она была душой, от нее шел какой-то свет. Она лучилась, понимаете? Лучилась. Матушка моя ее осуждает. Считает легкомысленной, даже распутной. Вы встречались с ней вчера вечером? Нет. Вы сказали, что она пришла к вам? Да. Но она была не одна. Она была с мужчиной. Я видела их на фабрике. С каким мужчиной? Я не знаю. Было темно. И это был не Михаэль, вы уверены? Да. Скажите, вы не знаете, от чего он может быть? Это от ее шкафчика? Нет. Где она могла встречаться с мужчинами? Да мы никогда об этом с ней не говорили. А где живет София? Я не знаю. Она всегда это скрывала. Не знаю. Лиза, я вас очень прошу, вы ей дадите показания в защиту Михаэля? Я знаю, вы смелая девушка. Я видел вас в долбе. Снова вы? Извините. Мамочка, матушка. Вам не очень нравилась София, не так ли? Я не обязана всех любить. А вот тот, кто висит у вас на шее, считал иначе. София плохо влияла на вашу дочь? На что вы намекаете? Ни на что. Да я не расстроилась, узнав о ее смерти. Что-то такое с ней должно было случиться, потому что Бог все видит. Но убивать ее я бы не стала. Маме! 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 Ваше поручительство, профессор, заканчивается ровно через неделю. А ведь он готов был признаться. Теперь нас обвинят в сговоре с сионистами. Вечно все усложняется. Хар�. Нет. Почему? Я отказаться. Хар� мbot. Молочка был, з病. Извините, если желаете. Не находите ее привлекательной? Ах, да, у нас же вкусы не совпадают, кажется. Обратите внимание на ее носовые пазухи. Похоже на припухлость от насморка. Либо на какой-то иной раздражитель. Что он здесь делает? Я думаю, что он страдает старческим слабоумием. Не так давно один немецкий психиатр, некто Алоис Альцгеймер, опубликовал свой тунт, обобщающий ряд наблюдений за людьми, страдающими деменцией. Он предположил, что это вовсе не ментальная болезнь, а изменения, происходящие в мозге. Вы собираетесь вылечить свинью? Почему бы и нет? Так он что-то ест. И это явно не еда. Бумага? Он достал-то из корзины с вещами. Как мы сразу с вами не заметили? Так. А ну-ка ты, мерзкое животное. Ну-ка. Знаете что, держите ее. Сейчас я возьму инструменты, чтобы рожать челюсть. Ну-ка. Ну-ка. Да у меня же это проглоти меня, ребят. Вот слюняют во рту. Давай. Да-да. Есть. Ерунда какая-то. Явно, что вам не приходилось писать подобных бумажек. Это долговая расписка, Аркадий Гаврилович. Аркадий Гаврилович, это ведь ваша подпись. Я не из полиции. Мне просто очень нужна эта дама. Она вам тоже задолжала? Нечего удивительного. За день она может спустить кучу денег, а на второй день ей просто нечем заплатить за жилье. Ветреная дамочка. Хотя хороша. Она к вам часто обращалась? Ну, как только переехала на соседнюю улицу, дайте я вспомню. Раза три. На какой соседней улицу? Двадцать третий дом по самотечной. Двадцать третий дом по самотечной. Одна квартира. Одна квартира. Субтитры делал DimaTorzok Как вы здесь? Оказался? Да. Через дверь вошел, как и вы, надо полагать. Хотя я видел метлу в коридоре. Что вы здесь делаете? Наверное, то же самое, что и вы. Хозяйка квартиры была жестоко убита. Подобные дамочки часто оказываются жертвами насилия. А что с ней не так? В чем сенсация? Она внебрачная дочь кого-то из высшего света? Или, может быть, любовниц? А, наверное, тайная жена. Первый раз вижу мужчину, которого так бы интересовали бы сплетни. Ей было 20 лет. Она мечтала увидеть жизнь и мир. О, ну это прямо девиз благотворительного балла по сбору средств любальных чахоткой. Что вы пытаетесь найти? То, что можно открыть этим ключом. Там не заперто. Я уже заметил. Шустрый журналист женского рода уже здесь все осмотрел. Что же вы искали? Билеты в Париж? Там вы еще не были. Пустите меня. Как бы вы не полиция, вы не имеете права. Да, как же право сильного. Такое заведено природой. Ну, хорошо. Я вам докажу обратное. Ага. Попробуйте. Попробуйте. Ну, хорошо. Сила не всегда выигрывает. Чертовка. Хельда сказала, что-то срочное. У нас вызов? Да. А вы опаздываете. Саквояж. Так. Мы пришли. Как я и думал, никого нет. Что вы делаете? Вы не могли бы возмущаться чуточку потише? Вы открываете чужую дверь. Опять. Да. И, как видите, я это делаю все быстрее и быстрее. Аркадий говорил себе. А вы чего ждете, Фогель? Или вы хотите, чтобы вас кто-то увидел? Чьи это комнаты? Одной дерзкой особой. У нас есть полчаса, пока она пьет чай в кофейне на углу. Профессор, чай не задался? Принялся. Поехали. Это та журналистка из газеты. Я отказываюсь, слышите? Отказываюсь принимать участие в этом. Ну так вы хотите? Черт, если она ищет ножницы, Фогель. У аппарата. Да, я ждала вас в кафе. Поняла, скоро буду. До встречи. Вы сказали, что это срочный медицинский случай. Неправда, вы сами так решили. Я лишь сказал, что это срочно. А медицинский саквояж? Там много всяких полезных вещей. Фогель, не могли бы вы… Нет. Крысы переносят половину смертельных заболеваний. К счастью, это не крысы. Так. Чиновник Птицын в суде дает показания по поводу взятки. Комиссия Министерства внутренних дел расследует факты мошенничества с госзакупками. Что еще? А, вот. Так. Пожарно-красильной фабрики. Октябрь прошлого года сгорела партия тканей, предназначенных для армии. Подозревали, что поджог, но доказательства пока не нашли. В суде давала показания Софью. Вот, оказывается, чем занимается эта хитрая рыжая бестия. Где же оно? Что? То, что Мария вышла в тайной квартире Софьи. Должны были быть бумаги, свернутые в трубочку. Ва! Да тут любовная драма. Прекратите. Это личное. Это, говорит, человек, который по ночам охотится за медсестрами? Зачем вы меня позвали? Не люблю одиночество. И потом мне нужен был человек, что покараулил, пока я здесь ищу. И сказал бы мне, когда вернется хозяйка. Вы были правы, вы никчемный помощник. В таком случае… Ну что? Да тут никто мне сказали! Ну… Гол問題она. Следом церемонии то число. Водолевого. Водолевого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пока что не могу об этом говорить, нет достаточных доказательств, но когда они будут, я вам обязательно расскажу. Мария, я взял вас в штат, так как наш покровитель, один из наших учредителей, настаивал на этом, и я не смог ему отказать. Наша редакция — это семья, и вы должны сообщать мне, над чем работаете. Итак, о чем идет речь? Коррупция в армии. Это длинная цепочка махинаций и взяток. И красильная фабрика — один из зенев. Но у вас нет доказательств. Но они почти есть. А какое я вам дал задание? Смерть клонихи Сара в зоологическом саду. Очень хорошо. Вы выяснили причину смерти? Наконец-то. Зачем вы приходили в редакцию? Что вы хотите? То, что вы забрали из квартиры Софьи. Я мог сообщить в полицию, но решил дать вам шанс. Что это? То, что было в часах. Пять. Фамилии. Вчера я должна была с ней встретиться. Соня позвонила по телефону и сказала, что у нее кое-что есть. Все эти люди работали на фабрике. И у всех пятерых после закрытия дела появились деньги. И если ее убили из-за меня... Не из-за вас, из-за пожара. Кстати, что это за история? Древняя как мера. Товар продается в третьи руки. Склад, на котором ничего не сгорает. Пожарному инспектору дается взятка. И деньги делятся между всеми участниками аферы. А откуда Софья обо всем об этом узнала? Ходили слухи. Кроме того, Соня встречалась с одним из тех парней, кого подозревали по джоге. Ей нужны были деньги, а мне информация. А что за молодой человек на фотографии? Какой фотографии? Вы сильно изменились. И лиловый цвет вам очень идет. Вы были у меня дома. КОНЕЦ 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 Зачем они здесь? Кто-то из этих людей был ночью с Софией. Я же сказала, там было тянуло. Я вас очень прошу, не волнуйтесь, просто взгляните на них. Здесь кругом полицейская, вам не о чем беспокоиться. Прошу вас. Держись ровнее, морду не вороть. Все по списку. Жениха, что ли, потеряла? Молчать. Узнали кого? Извините. Что, барин, нравлюсь? Зрачки расширены. Потные ладони, что вы принимаете? Кокаин? У Софи была раздражена слизистая носа. Чем вечером она была с вами? Стоять! Борфирий! Борфирий! Преки махевые! Вниз, побег! Семец! За ним! Не стрелять! Не стрелять! Да ну! Да ну ваша! Кажется, он уплывает, Григорий Андреевич. Уплыл, от черти нерасторованная. Аркадий Гаврилович! Хищение в армии. Не лезли бы в это, Аркадий Гаврилович. Правда хорошо, а жизнь все же лучше. Меня не дела интересуют, а тот кто? Вот. Хищение в армии. Дело рассматривается в связи с расследованием коррупционных разбирательств военном министерстве, инициированным неким Дмитрием Шаганиным. Странно, что вы об этом не слышали. Молодой, амбициоз, журналист из левых. Любил помахать красной тряпкой перед теми, на кого вел охоту. Я не читаю газеты. Погодите. Вы сказали, любил? Да, его убили два года назад. Во время выступления. Прошу. Прошу. Вот. Отче, наша жизнь не без секты светит. Прошу. Субтитры сделал DimaTorzok Мама! Лиза! Мама! Лиза! Маменька! Ой! Маменька! Мама! Как маменька? Ранение не опасное. С ней все будет в порядке. У вас на шее. Что он с вами сделал? Он… он пытался меня задушить. Я закричала. Это вы во всем виноваты. Вы заставили ее поехать в полицию. И теперь моя дочь в опасности. А этот разбойник разгуливает где-то на улице. Преступника ищут и обязательно найдут. Я оставлю полицейских у вашего дома. Не нужно. Мы сегодня же уедем отсюда, Лиза! Собирай вещи! Господин полицейстер, преступника видели неподалеку от его дома. Около часа назад. Вот. Фогель, оставайтесь здесь, если вдруг что-то понадобится. Сделать вам чаю. Открывай, полиция! Вышибайся! Да что ж за проклятие-то такое! Все напрасно, Аркадий Гаврилович! Все напрасно! И если ему право, это он убил Софью, ему грозила виселица. В обмен на жизнь он бы точно заговорил, сдал бы всех, кто связан с пожаром. На это очень рассчитывал. Его убили менее полчаса назад. Так, ну-ка быстро прочищите все кварталы. Возможно, убийца еще где-то рядом. Сопротивлялся. Пинцет! Нить темного сухна. Зеленого цвета. Это одежда убийцы. О, колечко-то обручальное. Я идиот, Григорий Андреевич. Благодарю вас, вы прекрасный молодой человек. Лиза, поспеши. В тот день мы ходили смотреть на французский корабль в порту. Она предложила подняться на него и тут же уехать. Запросто могла так поступить. Всегда все мужчины обращали на нее внимание. Она легко завязывала отношения, так же легко их бросала. Водила меня на выставке импрессионистов. Учила различать Моне от Ренуара. Я пыталась смотреть на мир ее глазами. Я очень хотела быть, как она. След от цепочки на вашей шее сбил меня с толку. Он у вас сбоку. Или Федор неумело потянул, или вы сами ее сорвали. У вас такое же кольцо, как и у Федора. Вы ведь были женаты. Что? Вы увидели свою лучшую подругу с ним. И убили ее из ревности. Что вы такое говорите, Лиза? Скажи им! Я не хотела уезжать, маменька. А ты никогда меня не слушала. А я хотела быть самостоятельной, понимаешь? Я рассказала Софии, что тайно вышла замуж. И когда она узнала, что это Федор, она... Она сказала, что он меня не любит. Что он просто узнал про деньги матушки, про ее наследство. И вы, конечно же, ей не поверили. В тот вечер София позвала меня на фабрику. Якобы, обсудить какие-то планы. На самом деле, она просто хотела показать, что они любовники. Он увидел меня и убежал. Я бросилась на Софию. Я новая девочка! У Софии были другие мужчины. У него другие женщины. Она слишком хорошо его знала. Она не хотела, чтобы я была с таким человеком. Ты видела, Лиза? Ты не знаешь его! Ради денег он пойдет на что угодно! Ты просто завидуешь, что он выбрал меня! Он узнал про ваше наследство! Замолчи! Гадина! Я была не в себе. Я толкнула ее в сточный колодец. София! 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 Я испугалась. Я хотела спасти ее. Пыталась разглядеть ее в колодце. Но ее нигде не было. А сегодня этой ночью-то что произошло? Федор. Он меня разбудил. Он требовал денег. Ты не понимаешь. Если я не уеду, меня убьют! Где они? Где деньги? Ему нужны были деньги, а не я. Прости меня, маменька. А супруг ваш рассказывал, кто ему угрожал? Нет. Взгляните. Эта нить, возможно, с одежды убийцы Федора. Гарнизонное сукно. Из такого делаются мандиры. Гарнизонное сукно? Пожарное? Пожарный инспектор. Полиция задержала убийцу Софии. Это была ее подруга. Все дело оказалось в ревности, а не в том, что София шпионила для вас. Кстати, о том пожаре. Чтобы избежать веселицы, пожарный инспектор решил дать показания. Ведь это же он убил Федора. Могу замолвить за вас словечко, чтобы вы первые получили материал по делу. Взамен я хотел бы знать, кто такой Дмитрий Шаганин. В пожарной фабрике было его последним расследованием. И думаю, что София была его информатором. Мария, за всем этим стоят страшные люди. Вашего друга убили. И это была вовсе не шальная пуля во время демонстрации. Дмитрий Шаганин – это мой друг и честный человек. После расстрела демонстрации его тело не было найдено. Все утверждали, что он погиб. Но я, пока я не увижу его могилу, я буду надеяться. Пожарный инспектор – только винтик, нити уходит наверх. Имя опутана вся власть. Вы хотите меня о чем-то предупредить, профессор? Я не боюсь. Я ненавижу. Вскрыли свинью? Нет. Тихон сидит в подвале. Я наказал его за то, что он жевал улику. Хотя, с другой стороны, он ее и обнаружил. Поэтому было бы как-то невежливо сразу вскрывать его череп. Это мозг бедолаги-звонаря из соседней церкви. С каждым днем он становился все добрее и добрее, пока дичок не заподозрил, что дело вовсе не в его вере, а в его болезни. И вам выдали его тело? Не совсем. В конце концов, его душа уже на небесах. Не все ли ему равно, где его тело? Что вы хотели? Я долго думал. Плохое начало. Я вынужден отказаться от места. Могу узнать, по какой причине? Я вам не нужен. Напротив. Вы назвали меня никчемным. Никчемным помощником взломщика. Вы слишком совестливы, и это был компресс. Я мечтал быть вашим ассистентом. Мечтал быть хирургом, врачом. Совершать великие открытия рядом с вами. Учиться. Быть полезным. Полезным, как доктор. А вы используете меня, как мальчишку. Я вас отпущу, отпущу. Но прежде я хочу вам кое-что показать. Смелее. Следуйте за мной. Вы. Вы хотели знать, кому предназначались те письма. Я знаю, что вы их взяли. Я хотел, я только… Они предназначались моему отцу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина их передавала ему, но он их даже не открывал. Добрый вечер, папа. Добрый вечер, папа. 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 Когда-то у него была семья, аптека, клиенты, соседи. Прогулки на теплоходе и вист по выходным. Ну, однажды он собрал всех домочадцев в доме и поджег его. Моя матушка, ее приживалка, его любимая собака. Все, кто были в доме, все сгорели заживо. А он замолчал. Я сожалею, профессор. Фобель. Мы ничего не знаем о человеческом мозге. Почему? Сегодня человек разумен, а завтра он вдруг берет нож. И я хочу понять, как это происходит. Вот почему я помогаю полиции. И если вы считаете, что нам не по пути, я очень сожалею. Я мог бы остаться. Но при одном условии, что мы перестанем лазить в чужие дома и займемся, наконец, медициной. Я подожду, выкидываешь? Да. Я подожду, выкидываешь. Надеюсь, я не переиграл. Только вы можете использовать свою трагедию в корыстных целях. А что поделать? Иначе он бы не остался. А найти нового ассистента, знаете ли. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Мы не успели получить деньги, а ты уже идешь играть? Там на все хватит. Сначала нужно раздать долги. Расплатиться с людьми. Ты уже кому надо отдала. Остальные могут подождать. Я оплачиваю все счета. Я берегу каждую копейку. Я сама покупаю продукты на рынке. Я пытаюсь сэкономить. Я унижаюсь ради того, чтобы выигрывать хоть сколько. Ты снова идешь играть? Я взял совсем немного. Потом это не игра. Это дружеский ужин. Ксюша. Кто здесь? Ксения, открой меня. Ну пожалуйста. Ксень, ну прости меня. Не делай этого. Лиза. Лиза звала ее голос. Лиза остановилась возле таинственного дома. Внезапно дверь заскрипела и раскрылась сама. Анна! Это всего лишь шампанское. Она взяла его на кухне. А ведьма все равно подумает, что бутылку стащил ее муж. Ксюша! Тихо! Улита! Ты где была? Ксения ушла. Ксения ушла. Среди ночи? Я пыталась ее остановить, но она только разозлилась. Я знаю, куда она пошла. К упырю. Она не такая. Да брось ты, не такая. Это ты до сих пор спишь со своей куклой. Давно пора повзрослеть. Я не сплю с куклой. А хочешь, я тебе расскажу про упыря? Он пьет кровь девственниц. Там, в темноте, он поджидает свою жертву. И стоит только несчастным оказаться поблизости... А что тут происходит? А что тут происходит? Сказать честно, я считаю, что дальнейшие поиски не имеют никакого смысла. Если уж мы за пять лет не смогли найти. Поверьте, никто не сможет. В этой папке подробнейший отчет о проделанной работе. На будущее. Всегда к вашим услугам. После подобного воздействия спонтанную ритмическую активность можно обнаружить в коре больших полушарий у всех млекопитающих. Различные стимулы приводят к очевидным изменению данных. Я предполагаю, что в дальнейшем мы сможем диагностировать те болезни, о которых мы сейчас узнаем, только вскрыв череп. То есть, когда пациент уже мертв. Господин профессор, у вас к телефону сказали что-то срочное. Фогель, продолжайте. Основное вы уже видели. Умерли примерно три часа назад. Господи. Как будто уснули. Похоже, Оля Лукоя в этот раз использовал абсент. Считаете, отравились тем, что пили? Возможно. Хотя этот пил только воду. Кажется, я его знаю. Боже мой. Так это Амелин. Служил в полиции. В прошлом году успешно вышел в отставку. Картежник и взяточник. Умел подмаслить начальство. Все сходило в шок. Не в этот раз. Кто остальные, господа? Установили? Что вы тогда тут делали? Устанавливаем. Надо у всех проверить пальцы. На них что-то синее. Возможно, яд. Этот слюнявил пальцы, яд мог попасть на губы. Он так подделал, а? Он мошенничал, а? Не трогайте. Карты могут быть отравлены. Господи, как они здесь оказались? Известны причины смерти? Порфирий! Так, ну-ка, выведи их отсюда. Да, да. Все, пошли. Расскажите хотя бы, кто жертвы. Их убили? Мадам, позвольте пластину. Постойте, Григорий Андреевич, ну зачем же вот так? Господа делают свою работу. К тому же фотограф нам не помешает. А вот эту особу можно выставить. У вас же ведь еще есть пластина? Отлично. Готовьтесь. Это тальк. Один англичанин, некто Гершель, заметил, что узор пальцев у каждого человека уникален. Присмотритесь. Мне нужны фотографии всех отпечатков. Сравним их с пальцами жертв. Уж чепуха какая-то. По-вашему, все отпечатки принадлежат жертвам? Они что, сами себя отравили, что ли? Взгляните. Ну, рисунок геометрически повторяющийся. Так это же… Ну же. Перчатка? Дамская. Вот видите? Мелкая клетка, кажется, вязание. Штучный товар. А это что такое? Что вас так развеселило, Аркадий Гаврилович? Прошу прощения, милейший. Но, кажется, вас надули. Как вам это удалось? Я ведь своими глазами видел, как полицейские забрали пластину. Ловкость рук. Всегда собой ношу непроявленный такой случай. А шапитос в ярмарке будешь фотографировать без меня. Мария, есть информация об убийстве в доме полицейского? Лучше. Отлично. Я готов отдать руку на отсечение дела в прошлых грехах Амелина. Мария, сделайте из этой истории такую, чтобы публика говорила о ней хотя бы пару недель. И я дам вам первую полосу. Первая полоса? Запустишь в ручке прекрасное бельишко продажного полицейского? Это сделает полиция. Если бы мы знали, кто там был еще. Павлов. Знакомый? Мария? А? Думаю, да. Это точно будет мой лучший материал. Профессор использует хиромантию для поиска убийц. Эта дамочка всерьез решила меня разозлить. После того, как вы выставили ее с места преступления, определили, что это за яд? Нет. В картах яда нет. Вообще ничего. Я был уверен, что разгадал эту загадку. Как же я сразу не подумал? О чем? Они играли в карты. Это был вист. Вряд ли счет велся в поцелуях. Деньги. Вы видели деньги на столе? Нет. Фогель, нам срочно нужно в полицию. Кто там? Вы из пенсионата? Она пропала. Кто? Ксения. Она ушла вчера ночью и до сих пор не вернулась. Вам лучше вернуться. Нет. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Должно быть на ужин яблочный штрудель. Кухарка все время забывает про него, и он вечно подгорает. Вы кто? Я бывшая узня с этой крепости. Меня зовут Мария. Я из комнаты, ой, я из комнаты 17. А вы? Я из 15-й. Улита. Так что штрудель? Я угадала. Ведьмы никогда не менять меню. Улита. Прошу вас, господа. Аглая, сделаю нам чайник. Да, мадам. Не-не, благодарю вас. Мы здесь исключительно по делу. Ну, как пожелаете. Тогда только мне. Да, мадам. Моя слабость. Не могу спать, не выпив чашечки на ночь. Спать? Восьмой час. Девочки уже ложатся. У нас принято рано вставать. Дисциплина в их возрасте – это самое главное. Так о чем таком вы хотели со мной поговорить, что не могло подождать до завтра? Ну, вы вообще-то в курсе, что ваш муж… Мне сообщили. И что он не единственная жертва отравления. Что трое из них имеют отношение к вашему пансионату. Это со мной полицейский Амелин и инспектор Бога Удан и Дил Ряписов. Все они были поручителями, включая вашего мужа. И что же? Ну, может быть, вы имеете какие-то догадки, кто мог желать им смерти? Нет. У вас роскошный особняк. Да. Он принадлежит моей семье уже более двухсот лет. Должно быть, его трудно содержать. Да. Финансовое положение нашей семье оставляет желать лучшего. Но благодаря пансионату я еще держусь на плаву. Не проще ли продать? Я, кажется, сказала, что этот особняк принадлежит моей семье много лет. И он останется моим, чего бы мне это не стоило. Нам пришлось скрыть сейф господина Амелина, дабы разобраться в текущих делах. И вот что мы обнаружили. Одна строительная компания хочет выкупить пансионат, чтобы на его месте построить гостиницу. И вашим соучредителям было сделано предложение. И кое-кто хочет его принять, судя по переписке. Кретина. А вы всегда носите перчатки? Узор подходит. Что вы хотите этим сказать? Что вы были на месте убийства у вашего мужа и всех остальных игроков той ночью. Мы не нужны два ката. Приведи его, чем он ни занимался. Там, а там. Это специальная сыворотка, определяющая наличие токсинов бумаги, если появится осадок в растворе, значит купюра была чем-то пропитана, так называемая флокация. Как я и думал, использован сильнодействующий токсин. Можете это объяснить? Мы в вашем кабинете нашли деньги, которым был отравлен ваш муж и еще несколько людей. Я признаюсь, я была в том доме ночью, только я никого не убивала. Я знала, что мой муж пошел играть, хотя он обещал мне никогда этого не делать. Я когда подошла, дверь была не заперта, но они уже были мертвой. У него взяли деньги. Полиция бы все забрала, а пансионату они были нужны. и потом я не знала, что деньги отравлены. Как вы правильно заметили, я была в перчатках. Ух. 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 Благодарю вас. А теперь скройтесь. Кто эти господа? Вы нашли, что искали. Вы нашли? Девочка, воспитанница пенсионата. Сказала, что ее подруга ушла к Зуеву. Это адвокат. Он ведет дела воспитанниц, но их тут нет. Возможно, она ошиблась. Возможно. Отвезти вас домой? Благодарю. Спасибо, что согласились помочь. Вот так, среди ночи. Вы никому не нужны, запомните это. Для мира вы пустое место. Вас никто нигде не ждет. И те, кто не усвоят этот урок, тот плохо кончит. Мария, если еще раз попытаешься сбежать, я запру тебя в чулане. руки. С кем вы там любезничали, Хельда? Любезничала? Это был молочник, господин профессор. Зачем вы все время ее дразните? А у Хельды только два состояния. Она либо злится на меня, либо молится. По мне, только лучше первая. Фогель, я хочу поздравить создателя этого яда. Пропитать токсином бумагу, это же гениально. Слюна активирует яд. Я даже подумываю написать статью в медицинский журнал. Павлова вас засудит, ведь это ее изобретение. Совершенно очевидно, что для изготовления подобного яда нужно быть или химиком, или врачом. К тому же, гениальным. Химик, гений, да еще и женщина. Никогда в это не поверю. Может быть, она действовала не одна. Эти девочки из пансионата мадам Павловой. Снимки сделал адвокат Зуев. Я нашла их в его доме. Возможно, это как-то связано с убийством соучредителей пансионата. Сколько им? Лет 16? Да. А это фотография пропавшей девочки. Это отличный материал, Марья. Да, мне уже пообещали первые полосы. За это стоит выпить бутылку шампанского. Однако, прежде чем материал будет опубликован, я бы хотела найти пропавшую девушку Ксению и этого мерзавца-адвоката. Зачем? Ей 16 лет. Она совершенно одна. И Бог знает, что этот негодяй с ней может сделать. Марья, если вы будете спасать всех, кому нужна помощь, вас ненадолго хватит. А я обещал Дмитрию, что позабочусь о вас. Так позаботьтесь. Пожалуйста, помогите еще раз. И, видимо, эта реакция на кислое. Вы уверены, что вас беспокоит именно желудок? Ну, конечно, что же еще? Вы не могли бы? Послушайте, я абсолютно… Кто из нас врач? У вас должна быть богатая практика. Церковный приход, три дома на рыночной площади. Был еще пансионат для девочек-сирот, но я там больше не работаю. Почему? Его хозяйка не любит платить. Я даже думал обратиться в суд, сколько она мне задолжала. А почему не обратились? Так на днях она внезапно расплатилась. И, насколько я знаю, не только со мной. Вы открывали этот конверт? Нет. Если хотите жить, отдайте мне немедленно. Если Павлове кто-то и помогал, то точно не этот идиот. Но я все же кое-что узнал. Павлова расплатилась со всеми кредиторами. Значит, были еще жертвы? Она платила векселями. Но вы не услышали главного, Фогель. У Павлова появились деньги у нее и ее мужа. На что-то ведь он играл. Куда мы идем? Мы уже пришли. Делами пансионата занимается адвокат Зоя. Так, стоп, профессор. Вы же обещали, что ли? Я обещал не заниматься поиском убийц. Но здесь медицинский случай. Некто создал яд. Речь идет о тех самых отравленных деньгах. И я хочу узнать, откуда они появились. Там нет никого. Совершенно точно. Мы же не собираемся туда влезать. Фогель, вы иногда бываете таким занудой. А если адвокат тоже отравлен и лежит там сейчас, что будем делать? Дождаться характерного запаха? Ваши взяла. Идите, зовите полицейских. Побыстрее. Прошу прощения, есть кто-нибудь? Прошу прощения, есть кто-нибудь. Попался, голубчик! Фогель, вы моя находка. Благодарю вас, господа. Ну и? Нашли что-нибудь? Тут интересно, что я не нашел, Григорий Андреевич. Пропали бумаги из папки с буквой П. П? И что? Ну что же было в этой папке, знает только адвокат. Мои люди ищут его, но, скорее всего, Шелемец сбежал. Почему? Не знаю. Павлова отказывается со мной говорить. Может быть, все-таки мне попробовать, Григорий Андреевич? Благодарю. Мы там оказались случайно. Куда прешь, отойди. Всем встать к стене. Лицом к стене. Не желаете ли объясниться? Ну и что вам наговорил этот адвокатушка? Хотя, впрочем, наверное, это не важно. Он будет врать все что угодно, лишь бы выйти сухим из воды. Ну, тогда расскажите правду. Это была вынужденная мера. Мои кредиторы объединились и собирались подать на меня в суд. Ближе к сути. Эти деньги появились как благословения. Я собиралась их вернуть, я клянусь вам. А теперь давайте все сначала. И со всеми нюансами. Некий даритель завещал крупную сумму денег 16-летней Ксении Паршиной. Букавка «П» на папке. В письме он выражал уверенность, что адвокат этим займется и передаст деньги. Как только она покинет пансионат Павловой, нужны были деньги, она решила воспользоваться этим дарением для решения своих вопросов финансовых. Часть денег она отдала своему учредителям, частью расплатилась долгами. Ну и кто этот даритель? Вот тут интрига. Он решил остаться инкогнито. Письмо сожжено. Поэтому установить его личность не представляется никакой возможности. Все отравленные деньги именно оттуда. Значит, этот даритель и есть наш убийца. А эти документы уничтожил адвокат Зуев. Зачем травить юную воспитанницу? Ксения должна была получить деньги в день своего 20-летия. Сейчас ей 16. За это время токсин бы разрушился. И это не имеет никакого смысла. Только если... Некто не догадывался, что деньгами могут воспользоваться другие люди. Вот он их и наказал. Адвокат знает больше. Да. Только он пропал. Найдите Ксению, эту сбежавшую девочку, если она еще жива. Ее имя убийца использовал в качестве адресата. Как думаете, почему? Почему? Случайности. Либо они знакомы. Борфирий! Там нашли! Собака начала рыть. Господи, что это? Труп девочки. Все равно. Кто разрешил? Это что за самоуправство? Эта дама утверждает, что у нее есть интересные факты в деле пансиона. Какие? Говорить я жду! Где она? Это Ксения? Мы нашли адвоката! Откуда вы знаете про Ксению? И почему мы должны искать адвоката? Вы точно знали про Зуева? Знали и умолчали. Он благодарность покрывал ваши злобные дела. Мы, кажется, знакомы с вами? Марий. Вы работаете в полиции? Я журналистка. Я всегда знала, что вы никогда не станете приличной женщиной. Смерть Ксении будет на вашей совести. Найденное тело не принадлежит Ксении. Оно пролежало в земле лет пять-шесть. Поэтому здесь мадам Павлова. Возможно, она опознает тело. Почему вы сразу не сказали? Хиромантия. Так вы написали? Вы сами виноваты. Не надо было выставлять меня, как провинившуюся левретку. Я всего лишь проявил заботу о вас. Вероятно, вы оказались на месте преступления, просто перепутав адрес. Как раз в соседнем доме проходило собрание вязальщиц модных воротничков. А вы знаете, где и когда проходит собрание вязальщиц? Подумаете поменять рот занятий? Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Голубки воркуют, а? Уведите ее. Ирась. Я сама. Вряд ли вас смутит эта процедура. Ей было лет двенадцать-тринадцать. Может, больше. Костя поражен туберкулезом. Как она умерла? Пока не могу сказать. Борис, я ничего не могу вам помочь. А вы не знаете, кто она? Нет. Она не одежда вашего пансионата. Прошу вас, отведите меня обратно. Прошу вас. Она узнала. Не могла не узнать. Безусловно. Но только предпочла не делиться с вами. Ксения Паршина исчезла несколько дней назад. Полицейские нашли труп еще одной воспитанницы, которая пропала пять лет назад. Девочкам здесь тяжело приходится. А когда они сбегают, то беглянку ловят и возвращают обратно. И вот уж тут, бедняжки, не сдобровать. Полиция знает об этом? Кое-кто знал. Полицейский Амелин? Его люди негласно занимались поисками. Пока он служил в полиции, имел вес. А инспектор по делам сирот покрывал все это ради денег. Адвокат Зоев занимался юридическими делами пансиона. Здесь все, кто работает в пансионате? Да и да, и нет. Учителя здесь надолго не задерживаются. Это Зоев? Да, девочки называли его упырем. Ходили слухи, что он относится к ним как-то по-особенному. Но если вы понимаете, о чем я говорю, в тот день, когда полиция нашла деньги, Адам послал меня к нему... Успокойтесь, Анастасия. Вот, возьмите. Спасибо. Успокойтесь. Мне показалось, что в конторе кто-то был. Просто не захотел открывать. Я все время думала, что если Ксения была там, я бы могла ей помочь. На улице у дома были странные люди. У меня страшно. Не думаю, что там была Ксения. Кто-то что-то искал в конторе. Платон. До свидания. Это вы были вчера ночью в конторе Зуева. Все вы взяли. Это не вопрос о утверждении. Что вы там нашли? Хотите, угадаю. Первую букву «Ф». Там были фотографии девочек-сирот из пансионата. Особенные фотографии. А среди них была Ксения? Вам стоит дождаться утреннего выпуска газеты. Хотя наверняка с вашим даром вы можете прочесть его сквозь стены. Вряд ли Зуев фотографировал этих девочек у себя в конторе. Место слишком заметное прямо в центре. Наверняка он их куда-то возил. И Ксению тоже. Эти фотографии могут помочь найти то самое место. Я думала об этом. И? Это может быть маленький отель на окраине, где особо никого не заботят, кто и с кем заходят. О, надо сказать, мило. Прекратите, они совсем юные. Вы собираетесь опубликовать эти фотографии в завтрашней газете? Их увидят тысячи. Вы вообще понимаете, какова будет реакция? Эта публикация спасет десятки других таких девочек. Пансионат закроют. Разве это несправедливость? С кем имею? Платов. Мещанин, промышленник. Строительство железных дорог. Наслышан. Выступайте за республику, поддерживайте Левах. Звучит как приговор. Звучит как приговор. Однако между нами профессор очень много общего. Я бывал на ваших лекциях. Это впечатляет. Оба мы придерживаемся тех взглядов, что старый мир, такой, какой он есть, умирает. А мы с вами можем помочь за рождению нового. А я предпочитаю естественные роды без адских машин. И в данном случае меня интересуют судьбы этих юных особ. У этой девочки на старой фотографии искривление позвоночника почти незаметное. если, конечно же, не знать о костном туберкулезе. Это ее труп? Возможно. Этот докторишка, он работает с полицией. Он тут вечно путается под ногами. Мерзкий тип. Мне показалось, что вы ему нравитесь. Нет. Он просто, он обожает меня злить. Но вы здесь, и зачем? Вы уже опоздали на очень важную встречу. Пожалуйста, воспользуйтесь моим экипажем. Мы нашли его в кабаке. Хозяин уже вызвал полицию. Потому что адвокат разбил несколько бутылок и отказался платить. Пришлось раскошелиться, чтобы он достал сынам, а не полиции. Он там был один? Да. Но на меде хозяин кабака видел его с девчонкой. Он связан. Пните его, если спит. Мне остаться с вами? Не надо. Понял. Здравствуйте. Какая вам зелья? Испугалась? Подходи, не стесняйся. Я ласковый. Где Ксения? Я не знаю, о ком ты. Рыжая. Ксения Паршина. Где она? Что ты с ней сделал, а? Я никогда не спрашиваю имена, шлюх. Что ты сказал? Я не спрашиваю имена, шлюх. А ты горячая, мне нравится. Эти фотографии будут опубликованы в газете. И тебя отправят на каторгу, и ты там сгниешь. Понятно? Нет никаких доказательств, что это снимал я. Эти девочки, они расскажут всю правду. А ты потащишь их в суд? Да. Прокурор будет задавать вопросы, выпытывать подробности. Их фотографии неглиже перепечатать. Все кому не лень, газетчики не будут давать им проходу. Приличная работа, семья. Им придется об этом забыть. Ты этого хочешь? Ксения, она пришла искать. Что прикажете с ним делать? Сдать в полицию? Отпустите его. Понял. Всех учителей, работавших пять лет назад в этом пансионате, найти не удалось. Однако, один из допрошенных узнал указанную вами воспитанницу с этой фотографии. Ту, которая исчезла пять лет назад. Господин Вяземский преподавал естественное знание в пансионате в тот момент, когда пропала одна из воспитанниц. Добрый день, господа. Пройдемте. Поля прихрамывала. Павлова прозвала ее хромоножкой. Она не переносила слабых. Поля же была чутким, любознательным ребенком. Ее убили. Судя по состоянию костей и позе эмбриона, в котором ее обнаружили, думаю, что она, скорее всего, замерзла. В конце октября, когда она сбежала, было уже довольно холодно. Мы нашли ее в канаве для стока воды в дальней части парка. Слои земли осели и завалили ее тело. Вы хотите сказать, что никакого преступления не было? Ну, даже если она замерзла, разве это случилось не по вине Павловой? Боюсь, это очень сложно будет доказать. Очень сложно. И вы ее просто отпустите? Грозит еще одно там разбирательство о финансовом мошенничестве. Но, учитывая ее репутацию, боюсь, что на оглашение приговора она останется на свободе. Я слышал, что пропала еще одна девочка. Да, мы ее ищем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поля... Успокойся, Поленька. Успокойся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вон он, Петров. Его моста еще прибило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это адвокат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его убили несколько часов назад. Все это время, Фогель, мы думали, что опасность грозит к Сене. А что, если... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА убийца но вы сами говорили чтобы сделать яд нужно разбираться в химии согласен господа мы искали родственников поле вам надо это услышать пять лет назад в орловской губернии умирает вдова капитана строева и оставляет после себя наследство которое завещает своей единственной родственнице племянница полине лазаревской воспитанницы интерната для девочек сирот и надо же такому случится как раз в это самое время полина сбегает деньги появляются а наследница исчезает улавливайте мою мысль аркадий гаврилович потом исчезают и деньги тоже не трогала я денег по крайней мере первые полгода пока мы искали этот кретин мой муж он проиграл в лес долги пансионат был на грани банкротства я взяла эти деньги на время я вернула бы их сыпа она нашлась а кто знал про наследство и про то что деньги уходят на спасение пансионата кто знали умерли все все кроме меня а это точно хруманушка я всегда я недолюбливала девчонка пользовалась тем что я все жалели особенно тот доктор он так не относился как будто на его дочь он вообще девочек баловал мне так это не нравилось что за доктор бывший хирург он искал работу потому что не мог больше практиковать из-за болезни у нас как раз ушел учитель естествознания я взяла его мне не приходилось выбирать откройте немедленно полиция он был смертельно болен и больше не хотел мучиться господину полицмейстеру это вам это его признание его история началась несколько лет назад он тогда работал в нашем пансионате и сильно привязался к поле хромоножки но из-за болезни ему пришлось уехать на море а потом когда он вернулся поле уже исчезло ему сказали что она уехала к тетке и он смирился решил что так лучше он знал что ему осталось совсем немного и все равно решил завещать все свои сбережения поле он нанял детектива чтобы отыскать ее но оказалось что тетка которой якобы уехала поле она давно уже умерла деньги которые оставила тетушка по линии находились пансионате полина пропала а пансионат о котором ходили слухи что его продают с молотка внезапно поправил свои финансовые дела не трудно было связать одну с другими альберт сергеевич думал что это павлова убила поле ради ее денег неделю назад вяземский снова передал деньги в пансионат завещав их и вам а почему вяземский выбор именно вас я не знаю говорили что я чем-то похожа на поле мы встречались с ним несколько раз в парке у пансионата он гулял в дальней его части а я там есть пруд и я думал что больше не хочу возвращаться в пансионат и что моя жизнь не имеет никакого смысла может быть он просто меня пожалел а вяземский весь совсем недавно вам оставил все свои сбережения да но вначале эти средства должны были сослужить еще одну службу если бы павлова и ее компании не воспользовались этими средствами то через пять лет токсин бы разрушился и вы как раз тогда вы заканчивали пансион да и для вас он не имел никакой опасности а вы действительно ничего об этом не знали нет но вы ведь ушли как раз когда на ваше имя в пансионат поступили деньги так вышло григорий андреевич зачем вяземскому было убивать адвоката зуева он не игрок отравленных денег у него не было может быть это сделал не он аркадий гаврилович вяземский признался это он что-то тут не складывается добрый день простите а какие у вас отношения были звуевым не важно знать я думаю что звуев меня любит я конечно слышала что рассказывали о нем другие девочки но считала они сочиняют чтобы оказаться старше со мной он был особенным мне так казалось в ту ночь мы поехали за город он был мил мы пили вино и было еще вино и еще и и все это завертелось то есть это была ваша первая встреча странно у меня есть фотография полугодовой давности на которой снята юноса очень похожая на вас он уже давно встречался с вами я думаю что вы знали про планы вяземску отомстить павловой а также знали что в эти планы не входит адвокат зуев который никак не был связан с хищением в пансионате но у вас созрел свой план зуев негодяй он использовал вас и также ваших товарок я изучил тело зуева на его голове рана от удара предположительно бутылкой всю ночь он был сильно пьян достаточно было просто привести его ближе к воде ударить по голове и столкнуть это могла сделать даже такая субтильная барышня как и вы но вряд ли вяземский он инвалид и просто не смог бы ударить по голове зуева я думаю что вы убедили вяземского что все произошло спонтанно и вы защищались и он согласился взять всю вину на себя что вы собираетесь делать как я уже вам сказал зуев негодяй и ему все сошло бы с рук что касается его убийство то это всего лишь мое предположение а у полиции есть признание вяземского я уверен что они всех устроят я слышал что пансионат павловой закрывают комиссия по субсидиям хочет проверить его финансовую деятельность и куда вы теперь отправиться такой же красивый народ я могу замолвить за вас слово может быть вас возьмет в услужение какое-нибудь сердобольное вдова в служение через пять лет профессор я получу деньги и буду жить как хочу мне не нужна жалость сердобольных вдов я не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Профсоюзное движение сегодня уже не просто мечта Рабочие объединяются чтобы защищать свои права Они останавливают заводы и выходят на улицы чтобы показать свою силу И силу эту уже нельзя игнорировать. Когда-то, умирая от дизентерии в бараке литейного завода и видя, как умирают мои товарищи, я возроптал. Господи, Господи, сказал я, если ты существуешь, почему ты допускаешь все это? Почему одни им дано все, а другие умирают вот так? Потом я подумал, Бог дал нам все. И мы сами, мы сами допустили существующее положение вещей. В ту ночь я увидел его свет. Он согрел мое выжженное ненавистью сердце. И я поклялся, что больше не буду молчать. Мы все не смеем больше молчать. Потому что мы люди, и мы равны. Все просто в восторге. Это было прекрасное выступление, Виктор Леонидович. Спасибо, Зоя. Скоро этот город будет наш. А, Зоя, закажите шампанское в номер. И, пожалуйста, попросите, чтобы меня сегодня не беспокоили. Браво! 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 Спасибо. Пожалуйста, шампанское в номер, гражданин, на работу. Пожалуйста, шампанское в номер, гражданин. Пожалуйста, шампанское в номер. Браво! Пожалуйста, шампанское в номер, гражданин. Браво! Будьте с нами в смертный час, Не гиби от смерти жизни нас. Я его слева нокаутировал, а если б рефери не отдышаться не дал бы, я бы его уже в первом раунде уложил. Потом он в третьем раунде как будто с цепи сорвался. Говорят, я больше получаса пролежал на полу. А вы не снова деретесь? Конечно, я же ему просто так победу не отдам. Шесть рублей. У вас есть жена? Нет, я с сестрой живу. Я заплачу ей шесть рублей, если ваше тело после сегодняшнего боя доставит мне, а не в морг. Верьте. Черт. Кто этот тип? Сегодня должны были повесить одного разбойника. Я две недели обхаживал начальника исполнительной комиссии, чтобы получить его тело. Они взяли да заменили виселицу каторгой. А у меня ведь были планы на вечер, Фогин. В таком случае я могу предложить занятие для вашего ума. У меня украли велосипед прямо у церкви. Какая наглость? Где же был усидящий око? Его заботят души, а не велосипеды. Так вы поможете мне? Нет, конечно. К вам пришли. Я сегодня больше не принимаю. Мой запас человека люби исчерпан. Так ей передам. Ей? Это та наглая журналистка из газеты. Хельда, пригласите ее. Да. Прошу прощения за ранний визит, Аркадий Гаврилович, но мне нужна ваша помощь. Медицинская. Не стесняйтесь, мы его обращаем. Сегодня в отеле убили одного человека. Полиция сдержала посыльного, якобы тот пытался поживиться, не зная, что постоялец находится в ванной комнате. И случайно столкнувшись с ним, убил его ножом для разрезания бумаги. И что же? Я знаю этого посыльного. Он хороший молодой человек и не мог бы так поступить. Я пыталась добиться с ним встречи, но вы мне отказали. А чем я вам могу помочь? Встретитесь с ним. Я уверена, что вам мне откажут. Вероятно. И, скорее всего, да. Но зачем мне это нужно? За тем, что вы точно захотите узнать, кто это за посыльный, ради которого я к вам пришла. Сувать в нос мои дела. Разве не это ваш девиз? Разумно. Разумно. На мой вкус пережарено. Ваша супруга сказала, что вы не явились отобедать. Я подумал, обед вы не пропустите. Значит, изменяйте со стейком где-то на стороне. В прошлую среду я имел неосторожность похвалить ее баранье Рагу. Так она теперь решила, что умеет готовить. Уволила кухарку. Так в чем, собственно? Убийство в отеле. Ваши люди задержали посыльного. Ну, мы нашли украшения и личные вещи жертвы. Я могу с ним встретиться? С посыльным? Зачем? По пятницам я спасаю заблудшие души. Ну, он бы все шутки шутит, Аркадий Гаврилович. У меня вот это убийство скоро не с вареньей будет. А вы знаете, кто же? Кто же? Виктор Брагуда. Из профсоюзных подвижников. Слыхали о таком? Не имел счастья. Все эти рабочие проповедники так и хотят сместить все старое. Мы для них мусор. Но убили его в моем городе. Теперь эти паршивые годячки ссорочат свои статейки, обвиняя полицию во всех смертных грехах. А вы уверены, что это не политическое убийство? Мальчишка посыльный и раньше подозревался в карманах краж, только его за руку никто не ловил. А здесь все, по личному. Ну-ну, верное дело. Ну, тем более. Значит, я не помешаю, если проведу с ним небольшую беседу. Когда это вас останавливает мои запреты, Аркадий Гаврилович? Тебе, гость! Я взял только деньги, я клянусь. И все? А как же зажим для галстука и часы? Я не хотел. А, так это было чудо. Они сами к тебе в карман прыгнули. В таком случае стоит сообщить об этом в священный синод. Я, я вчера видел настоящее чудо. Я был там и слышал, как он говорил. Его лик, он светился. Я был готов пойти за ним на край света. А когда в его руках вспыхнул огонь… Огонь? Он был похож на небесный цветок. Ты был пьян. Нет, нет. Его же все видели. Это был знак, отметка Бога. Да если бы я знал, что это его вещи, да я бы никогда к ним не прикоснулся. То есть ты взял не из номера? Нет, из пиджака. Он висел на одном из стульев в зале. Я в номер не поднимался, я… Откуда ты знаешь Марию Векслера? Кого? Ну как, вы видели с ним? Да. И что он рассказал? Вы меня обманули. Вас интересует непосыльный. Полиция хочет представить происшедшее, как случайное убийство. Но это не так. Все заводчики, фабриканты, все мечтали избавиться от врагу. Вы знаете почему? Потому что он мечтал защитить интересы простых рабочих людей. Дай им Боже хлеб насущный, а еще десятичасовой рабочий день и избирательные права с восемнадцати лет. Вы считаете, что рабочие этого недостойны? Завтра они захотят жить в наших домах. И в конце концов повесить невиновного. Это дело полиции. Я доктор. И для меня здесь нет работы. Хорошо, я вам заплачу. Сколько вы хотите? Почему для вас это так важно? Потому что он… Он был особенный. Он мог зажечь так, что за ним шли толпы, тысячи народу. И потому что он не призывал ненавидеть. Он говорил о любви. И если бы вы вчера были там, вы бы… Вы тоже видели огонь в его руках? Да. Ладно. Вы придумали? Ну, полицию ведь повесить невиновного. Прошу. Виктор Леонидович много ездили, и только две недели как перенялись в столицу. А давно с ним работаете? Четыре месяца. Зоя, кто, по-вашему, мог желать ему смерти? Многие, я думаю. Поминовение будет в холле. Это доктор, он со мной. Соболезновная. Господин Брагут отменил выступление на следующей неделе. Не знаете почему? По приезде в Петербург у него открылась астма. Приступы стали появляться все чаще и чаще. И я предложила ему поехать к морю. Соленый воздух мог бы помочь. Внезапные приступы удушия. Вам не кажется подозрительно? Хотели отравить, но не дождались и решили вонзить нож? Маловероятно. А что насчет огня? Вы тоже его видели. О, Боже. Их уже трое. Да. Если вы меня назовете в чем-то трюк, я вам скажу имя убийцы. Виктор Леонидович не использовал трюков. Ему это было не нужно. Простите, там пришли те, кто хочет почтить его память. Ну и кто мог быть убийцей? Дайте подумать. Посыльный. Немного театрального, мне кажется. Я докажу, что он мошенник. Хорошо. Должен признаться, мы его прослушивали. А что еще прикажете делать? Такие, как Брагута, мученицы. Мы должны знать, что у них на уме, чтобы успеть что-то предпринять. А вы уверены, что полиция не имеет отношения к его смерти? Абсолютно. Сегодня за Брагутой тоже велось наблюдение? Конечно. У нас человек пропал, мы его ищем. Аркадий, говоришь, дорожайший. Дело закрыто. Преступник в полиции. Может быть, Брагута заметил слежку? А мальчишка посыльный просто украл кошелек, как он и говорит. Убийца посыльный. Почему вы так уверены? Да потому что, если это полицейские, у нас серьезные проблемы. Между нами. Послезавтра годовщина небезызвестных вам событий. То есть злополучной демонстрации. Но тогда у полицейских не выдержали нервы и началась стрельба. Многие хотят разыграть эту карту заново. Сейчас убийство одного из ливацких идеологов никому не нужно. Полиции уж точно. Ну, разве что этим, которые хотят на улицу побольше народу вывезти. Может быть, кто-то заплатил вашему человеку за убийство. Ладно. Могу я хотя бы взглянуть на тело этого святоша? Зачем? Затем, чтобы успеть забить осиновый кол, пока он не воскрес. Раны между четвертым и пятым ребром. Да, мне начинает это надоедать. Аркадий Городович, ну что вы там все ищете? Ну как что? Стигматы. Я ищу ожог. У него на выступлении в руках загорелся огонь. Раз был огонь, должен быть и след. Но следа нет. Зато есть небольшая сыпь. А также покраснение глазного яблока. Вряд ли его отравили. Больше похоже на аллергическую реакцию. Будьте любезны. Да. Так, это что такое? Ну это знаменитый шрам Брагода. Он демонстрировал их на каждом выступлении. Якобы его оставили в жандармах, которые его пытали. Вы что делаете? Да, это шрам. Но и не только. Постойте. Так это же куриная лапка. Это не общество взаимоположное. Не страховая инициативная акция. Наши интересы шире. Мы заявляем о необходимости экономических веков. И если власть не хочет нас услышать, то экономические требования станут политическими. Мы реальная сила. Будущее принадлежит нам. Он записывал это для потомков. Что вы здесь делаете? Ищу доказательства того, что ваш Брагута обыкновенный мошенник. И неужели вы действительно поверили в огонь в его руках? А я думала, вам все равно. До 35 лет Брагута был никчемным типом. Работал на железной дороге. Житьба, пьянство, долги. А вдовев, он уехал в Петербург. И внезапно он изменился. Зависал с алкоголем. Начал носить белую рубашку. Заговорил о спасении рабочего класса. Люди меняются, профессор? Вы когда-нибудь видели его шрамы? Да. Прошу вас. И могли бы вы мне дать бумагу? Благодарю. Я, конечно, не буду спрашивать, какие были обстоятельства, что господин Брагут оказался перед вами без рубашки. Но скажу лишь одно. За его шрамами я обнаружил татуировку. Так на каторге метят предателей. Брагута не был на каторге. В этом и казус. Однако шесть лет назад с каторжных работ сбежал некто Остапов, сдавший своих хлебников, которые устроили бунт. Двоих из них повесили. Один умер в карцере. Предателя нашли и клеймили. Рано или поздно его так бы убили из-за предательства. Но Остапов не дурак. Сбежал. И к чему эта история? Следите за руками. Шесть лет назад, а именно в марте, Остапов едет в Петербург. В это время Брагута, вдовец и пьяница, отправляется туда же. Я думаю, через пару бутылок беленькой истинный Брагута оказывается где-нибудь с точной канаве, с ножом в груди. А Милу является новой, с чистой, хотя и немного попорченной пьянством биографии. Я все это узнал в архивах полиции. Отличная история. У господина полицмейстера хорошо развито воображение. Вы просили правду, я вам ее рассказал. Осталось дело за малым. Скоро приедет смотритель исправительного отделения, в котором наказание отбывал Остапов. Уверен, что он опознает тело беглеца. За что его сослали, этого каторжника? Мошенничество. Он был недоучен адвокат и своим красноречием обводил клиентов на большие суммы. Даже если так. Его дела говорят о том, что он изменился. Или остался тщеславным ублюдком, которому было тесно в рамках адвокатской конторы. И поэтому он решил отхитрить весь мир. Вы разбили ее в сердце. Надеюсь, только ее. Хельда, а если бы я был преступником, вы бы меня любили? Любил? Мне не нравятся эти вопросы. Мне кто-нибудь поможет с объявлениями? Бросьте, Фогель. Ваш велосипед уже давно в лавке ростовчика. Вода! Не получилось. Господин смотритель. Господа! Господа журналисты, не спешите. Господин советник, прошу. Господа! Прежде всего, хочу отметить ведущую роль в установлении истины вашего скромного слуги. Сейчас смотритель седьмого арестантского исправительного отделения произведет опознание этого человека. Этого тела. Прошу вас. Герасим. Где же тело? Где тело, милейшее? Что за чертовщина? Что за чертовщина? Клянусь, оно было здесь. Привокация! Что же происходит? Да, вы можете объяснить? Это политический закат. Аркадий Григорьевич, ворок в воду пропал. А я ведь предлагал вам вбить в него осиновый кол. А я уже сообщил министру про татуировку. Сегодня он собирался выступить с заявлением перед газетчиками. Он рассчитывал, разоблачение одного из просоюзных деятелей поубавило бы пылу леваков. Но, как говорится, нет тела, нет доказательств. Вряд ли похищение обошлось без подкупа полицейских. Вы совершенно правы. Однако, откуда тогда преступники узнали о том, что обнаружили татуировку? Об этом знали только мы с вами, Аркадий Гаврилович. Вы же никому не рассказали? Конечно, нет. Но не все потеряно. Вы еще можете найти убийцу. Убийцу кого? У нас нет тела. И куда же вы? В отделение. Разгромлю все к чертям. Но предателя найду. Профессор, вы рассказали про татуировку Марии? Не помню. Это дело может стоить господину полицмейстеру мундира. А что поделать? Я самоуверенный и тщеславный кретин. Это понятно. А что-нибудь новенькое? А то, что, например, из полицейского отделения пропало тело Брагуты. Вы рассказали о татуировках своему покровителю. Блатову? Зачем? Ну, хотя бы за тем, чтобы тайна осталась тайным и кумир не рассыпался в песок. Брагута самозванец. Я не буду его защищать. Я ездила на литейный завод собирать материалы для статьи. Он никогда там не работал. И все, что он говорил о себе, это ложь. Все, что он говорил. Отойди. Дамочка, сколько у вас этот товар? А чего вам нужно? Вы что себе позволяете, а? Барен, Барен! Держи его! Боже, скучная морда! Что делаете? Вот так! Держи, держи, дай-ка мне! Держи его! Собирай его, дамочка! Мария! 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 Вы в порядке? Зачем вы туда сунулись? Не стоило их преследовать! Этот негодяй вас толкнул? Закройте глаза, бесстрашный рыцарь. Сейчас будет сжечь. Господи, все ли царапина? Что это было? Что? Вы меня поцеловали? Ну да. Это был дружеский поцелуй. Потерпеть еще немного, вроде того. А он был похож на дружеский? Нет. Забосновки на фабрике Шмиттер! Уличные стачки рабочих! Читайте, читайте! Ракут не исчез! Позор полиции! Публики, публики! Побываем публики! Пять копей! Доброе утро! Такое чудо! Мы вас сожидали всю ночь. В городе Волнение. Где-то рядом били стекла. Мы видели зарево. Это пожары. Что с вашим лицом? Кажется, это был кастет. Раны поверхностные. Где вы были все это время? Я был там, где птицы щебечут. А сладко-голосые крылатые существа поют свои песенки. У него галлюцинации. Нет, Фогель, я все слышу. Есть новости от публицмейстера? Да, звонили с полицейского участка. Шпик задержан. Который за Брагутой следил в гостинице. А что же они сразу-то не сказали, а? Под суд пойдешь, Иуда. Да, Игорь Андреевич. Кляну с Богом. Христом нашим искуплю. Кроме искуплю. Зачем ушел с дежурства? Так это, жажда. Бес попутал. Ну, простите. Ну, простите. Христом Богом прошу. Деньгами тебя тоже бес одарил? Дьявол. Рассказывай. А Виктор Леонидович дались. Сказали, чтобы выпил за его здоровье. Выпил? Так что Брагута знал, что ты за ним следишь? И часто он тебе давал? Ну, когда ждали кого. И не хотели, чтобы об этом запись была. И что? И в день убийства тоже дал? Дальше. Ну, это... Я ведь... Я и взял, я и ушел. А потом, когда вернулся, там уже полицейские в отеле были. Ну, я и думал, надо помянуть. Все-таки вражина. Все-таки божья тварь. Мне, если можно, клоточек водить. Шальма. Я тебя сейчас прибью. Мне еще и медаль дадут. Погодите, убивайте, Григорий Андреевич. Записи ты не вёл. Но хоть одним глазком. Глянул, кого бы работу принимал, признайся. Я человек порядочный. Про честь знаю. Но пару раз видел. Как из номера батюшка выходил. Какой еще батюшка? Я компьютер. Из Воскресенской церкви. Прости, Господи. Теперь можете и прибить. Я... Я искуплю! И упокой, Господи, душу раба твоего Виктора. Господин Брагута был щедрым прихожанином. Не искупился на подарки и подношения. Было что отмаливать? Брось камень тот, кто без грехов. Вы приходили к нему несколько раз. Вряд ли речь шла о церковном профсоюзе. Господин профессор, вероятно, хотел спросить, не говорил ли господин Брагута такого, что помогло бы найти его убийцу? Я был его духовником. Отец Петр связан тайной исповеди. Брагута мертв. Но душа его жива. И она в аду. И вряд ли сможет предъявить нам счет. Вы, верно, давно не причащались, сын мой? В устах ваших скверно. Посмотрите на свои руки, батюшка. Они в крови. Убийца был не один. Своим молчанием вы ему помогаете. А значит, вы тоже убийцы. Аркадий говорил. Я узнал тебя, змеи. Прочь от дома Господня! Боюсь, лад он меня не берет. Пойдемте, профессор. Скоро земля развернется под вашими ногами, святой отец. И храм ваш разрушится, потому что он построен на лжи-ханжасы. Мы говорили о венчании. Брагута собирался жениться. На ком? Не знаю. Как же мне надоели эти проповедники чудесного будущего при жизни и после нее. Если только попечительский совет узнает, а им нужен только повод и вывода их собственными руками. Зато мы узнали о женщине, Фогель. Рассказал бы он мне этот рыжебес о венчании, если бы я не послал он в него проклятие. Боюсь, что земля скорее разверзнется под вашей персоной. Витя, можно было попросить ключ? У вас нет ни фунта, а унтюризма, мой друг. Что мы ищем? Что-то, что подскажет нам имя избранницы Брагуты. Возможно, кольцо? Он расплатил все ювелирной лавкой, заказал кольцо, и на нем, возможно, есть гравировка. Отлично. Пойдите в лавку, найдите кольцо. Я постараюсь еще раз тряхнуть шпика. Может быть, он что-то вспомнит на свежую голову? Что? Это бесполезно. Тела нет. Убийство без жертвы. В чем смысл? Фогель, дайте мне шанс. Я и так наломал дробь. Хочу хоть что-то исправить. Ведь в Брагуты была стенка. Сейчас четвертый час ночи. Когда вас это останавливало? Прошу прощения за поздний визит. Скорее ранее. Чего вы хотите? Врагу ты собирался жениться? Нет. Да, он обсуждал этот вопрос с священником. Вы, часом, не знаете, кто была его избранница? У него не было женщин. Почему? Виктор и Леонидович много работали. У него попросту не было времени на личную жизнь. Ясно. Кто-то из них двоих врет. Или Остенка не знает. Или она врет. Покажите вы, Луну! Мы хотим видеть тело! Полиция скрывает правду! Вы хотим видеть тело! Брагута, 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 Брагута! Господа, господа, неужели вы не понимаете, что ваш Брагута просто мошенник? Он же вас обманывает. Аркадий Гаврилович. Он даже после смерти устраивает свои трюки. Откройте глаза, господа. Откройте! Позвольте меня! Аркадий Гаврилович! Профессор! Откройте! Аркадий Гаврилович! Аркадий Гаврилович! Прозвольте меня! Аркадий Гаврилович! Профессор! Да пустите вы! Аркадий Гаврилович! Аркадий Гаврилович! Прозвольте меня! Аркадий Гаврилович! Это было смело. Хотя и глупо. Благодарю, Касбек. Так я знал, что эти фокусы не обошлись без вашего участия. Так, значит, Брагута. Почему он? Вы думаете, это я его убил? Зачем мне избавляться от человека, который льет воду на мою Мельбус? Тогда кто? Полиция. Он раздражал многих. Где тело? Скажите лучше вы мне, как такое возможно, что в очереди самого господина полицмейстера никто не заметил похищения? Нет ни одного свидетеля, что тело вынесли. А может быть, дело в том, что никакого убийства и не было. Садитесь. Я постою. Садитесь, садитесь. Хотите, открою вам тайну. Брагута жив. И завтра во всех газетах опубликуют его письмо. Он расскажет в нем, как полиция преследовала его, как им удалось спастись, пустив слух о своей смерти. И он был вынужден скрыться за границей. Живой Брагута объединил сотни людей. Мертвый поведет за собой тысячи. Что вы затеяли? Хотите показать властям, кто в городе истинный хозяин? Вы знали про татуировку. Брагута не тот, за кого себя выдавал. Мы все не те, кем хотим казаться. Что вы хотите от меня? Ничего. Просто спас вам жизнь. Я решил, что взамен могу рассчитывать на приятную беседу. К тому же, это ведь вы обнаружили татуировку, а заодно и прошлое Брагуты. Тем самым заставив меня волноваться. Но, как по мне, вышло даже лучше. Кто вам рассказал про татуировку? Мария? Может быть, Мария. А может быть, ваш ассистент. Вы, кстати, знаете, что он докладывает о вас в попечительский совет? Фогель ничего не знал про татуировку. Вы уверены? Он любопытен. А это то качество, благодаря которому люди знают больше, чем мы о них думаем. Платов Андрей Андреевич. Купец первой гильдии, промышленник. Заигрывает с левыми. Это он наш кукловод. Его люди похитили тело. Хорошо, я прикажу его арестовать. Это бесполезно, Григорий Андреевич. Завтра во всех газетах будет опубликовано письмо живого Брагуты, якобы скрывающегося за границей от преследования жестоких властей. И нам этот снежный ком уже будет не остановить. Вы что конкретно предлагаете, Аркадий Гаврилович? Найти тело. Поздравляю вас. Я этим занимаюсь и последний суд. Вы ищете похитителя. А что, если похищения не было? Как это? Платов Чеславин. Им доставляет особое наслаждение то, что тело как будто бы исчезло. Он сказал, что никто не видел, как тело покинуло полицейский участок. Почему он так в этом уверен? Потому что тело не покидало полицейский участок. Молодец, Фогель. Ну, знаете ли, а запах? То есть оно же разлагается. Такое невозможно не почувствовать. Формалин, он консервирует процессы разложения. Прошу вас. Формалин, он консервирует процессы. 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 Да, спрятать тело в статуе правосудия, надо сказать, Платову не откажешь в чувстве юмора. Ну, по мне это кощунство. А вам двоим, похоже, нравится эта игра? Нам двоим? Да. А почему тогда Платов разговаривал с вами об этом? Потому что это я разболтал про татуировки. Вы? Тело похитили из-за меня. Еще немного, Аркадий Гаврилович, и вам бы пришлось признаваться в этом на моей могиле. Тело отнести в прозакторскую, сделать много фотографий и отправить в редакцию газеты. Пусть немедленно напечатают статью вместе с показанием этого смотрителя арестантского отделения, в котором отбывал наказание этот мошенник. Мы так и не нашли убийцу, врагу-то. Вы меня очень расстроили, господин Фоги-Лёч. Я понимаю, профессор умеет очаровывать, но у нас с вами был уговор. И, как мне кажется, пришла пора его выполнить. Не хотелось бы ставить вопрос ребром, но в ваших интересах сделать этот выбор немедленно. Через час заседания кафедры. На повестке дня положение господина профессора в стенах этого университета. Скажу вам прямо, оно крайне шаткое. У господина профессора поддерживает полицмейстер. Господина Чудакова сняли, что у вас здесь сегодня утром? Я не знал. Полагаю, что здесь не обошлось без профессора. Вот так он платит за преданность и дружбу. Вы мне очень симпатичны, господин Фогель. Оттого говорю все, как есть. Потому что хочу вас спасти. Выступите против профессора. Все равно он здесь не останется. А у вас будет шанс. Получить место Младшего сотрудника кафедры медицины. Ваше решение. Распахнитесь в рода для страждущих. Здесь довольно мило. Профессор, снимите шляпу. Меня уволили из университета. Меня тоже. Какое совпадение? Аркадий Гаврилович, я должен вам признаться. Совсем нет, мой друг. Я тот бог, которого не интересуют тайны смертных. Попечительский совет вынуждал меня стучать на вас. Но вы ведь ничего им не рассказали. Этот бес Петр Дьякон настрочил жалобу в синод и понеслась. У меня есть приятель в совете. Так мы все знали с самого начала. Возможно, дело и не в Дьяконе. Господина полицмейстера сняли с должности. Я знаю. Вы с ним виделись? Зачем? Сказать, что я ему сочувствую? Как? Вы узнали про татуировку, нашли тело. А благодаря разоблачению прошлого Барагуты восстание в городе удалось погасить. Да, за такое обычно дают ордена. Но не в этот раз. Что вы собираетесь делать? Не знаю. Может быть, откроют сейчас на практику. Или ветеринарную. Больше конь. Но никаких расследований. Профессор, если вам понадобится ассистент, я готов вам выслать свои рекомендации. Мне как раз нужны деньги за комнату платить. Это мой велосипед. Да, ваш преступник, видимо, исправился. Вы его вернули? Но как? Пообещал награду за возвращение. Между прочим, он достался мне в два раза дороже, чем того стоит. Спасибо, профессор. Профессор. Пожалуй, пойду пройдусь. Ручку целовать не буду. Знаю, вы это не любите. Профессор, мне нужна ваша помощь. Я готов. С чего начнем? Мы так и не нашли убийцу. Тогда это не ко мне. Вам все-таки надо в полицию. Полиция считает, что убийца Платов. Раз его люди похитили тело, значит и убийство совершили они. Но это не так. Мне все равно. Профессор, это я рассказала Платову про татуировку. Мне абсолютно это безразлично. Настоящий Брагута работал на участке железной дороги, принадлежащей Платову. Выходит, что он с самого начала знал, что нынешний Брагута не тот, за который себя выдает. Профессор, я прошу не ради Платова. Посыльный до сих пор сидит в полиции. Только теперь его обвиняют еще и в политическом убийстве. Вы уходите? Да. Не вижу перспектив. У меня есть сведения по каждому из дел, в котором обвинялся Остапов, он же Брагут. О боги, зачем я это сделал? Что? Позволил он вам сесть в свой экипаж, когда за вами угналась полиция. Лаврентьев Владимир Феофанович, купец. Остапов, будучи адвокатом, взялся его защищать на спорной сделке в суде. Однако договорился с ответчиком и в результате долгой тяжбы начал дыть хобои. Во время убийства был в Архангельске. Вот еще. На этапе Остапов обыграл карты одного из катаржан. Между ними завязалась драка, и тот катаржан лишился глаза. От чахотки умирает в Нерчинске. Я все это читал. Но все-таки что-то пропустили. Медников, парикмахер. Страдал профессиональной астмой. Продал парикмахерскую и все деньги доверил Остапову. А, нет, этот уже умер. Что вы сказали про астму? Ею болеют парикмахеры из-за того, что постоянно выдыхают мелкие частицы волос. Я это читала, профессор. Едем в гостиницу. Я знаю, кто убийца. Я знаю, кто убийца. Здравствуйте. Думаю, что это кольцо предназначалось вам. Когда мы виделись в первый раз, вы сказали, что у господина Барагута внезапно открылась астма. Вы не доктор. Однако знали, что морской воздух ему может помочь. Мой отец страдал от астмы. Я хорошо знаю, что это такое. Ваш отец. Совершенно верно. Тот самый парикмахер, которому пришлось продать свою парикмахерскую. Когда мы искали жертв махинации Остапова, мы не учли того, что могут быть жертвы косвенные. Например, дети. Моя мать умерла в родах. У меня никогда никого не было ближе отца. Когда он заболел и продал свое дело, он очень переживал. Но у него была надежда, что на вырученные деньги он сможет дать мне хорошее образование, чтобы я не нуждалась. И тут появился Остапов. Он обещал умножить сбережения отца всего за год. Мне было тогда 12 лет. Он был очень мил и обходителен. Отец доверил ему все свои деньги. И так до конца жизни верил в то, что Остапов вернется, отдаст все, что взял, даже больше. Оставшись в нищете, отец долго болел. После его смерти меня забрала к себе тетка. У нее не было своих детей, зато было пять собак. И скажу только, что к собакам там относились гораздо лучше. Как вы нашли бровод? Случайно. Я от тетки уехала в Петербург. Добровольно помогала одному из профсоюзных подвижников. А потом я встретила его. И узнали? Не сразу. Прошло более десяти лет, он так изменился. Да и я тогда была девочкой. Вы сблизились? Да. И это оказался совсем другой человек. Чуткий, внимательный и заботливый. И он помогал всем, кто к нему обращался. Я усомнилась. Потом поверила, что ошиблась. Но в тот день... Эта песня, она меня преследовала во всех моих детских кошмарах. Я боялась ее больше, чем пятерых собак. И вы убили его. Да. И я не жалела. Однако, если он и вправду изменился... А если он тоже знал, кто я... И все, что он делал позже, это попытка заслужить прощение. Думаю, что сегодня вечером полицейская отпустят по-сыльному. Спасибо, Аркадий Гаврилович. Не планируется ли сменить профессию? Я мог бы обучить вас всему остальному. Вот как. Не вижу перспектив. И все-таки вы раскрыли убийство. Что поделать. Такой уж я человек. Не люблю, когда страдают невиновные. Вы тоже молодец, Фугель. Нашли улику. Кольцо. Вы сделали это ради нее, профессор. Вам стоит пересмотреть свое отношение к журналистике. Не все, кто ею занимаются, отпятые негодяи. Согласен. Иногда попадаются очень хорошие барышни. Этот трюк я узнал в одном шипето, когда был мальчишкой. Нет-нет, за его разгадку я отдал все свои сбережения, профессор. Почему вы мне раз это не показали? Вы были слишком самонадеянны. Вам письмо, господин профессор. От Платова. Это чак. За что? За то, что я спас его от тюрьмы, найдя убийцу. И почему у меня такое чувство, что это совсем не то, чего я бы хотел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok